Пошла запись. Я еще даже на Гудгейме запись тыкну. Вот так вот. Даже тыкну здесь. Она у нас тем более работает. Правда, почему-то скроллит наверх. Тем, кто смотрит в записи, добрый вечер. У нас, по крайней мере, за окном солнца уже давным-давно нет. Это 20-я часть трансляции PILOS of Eternity. С каждой трансляцией я становлюсь все более и более уставшим. Но это не потому, что затяжная серия, потому, что сегодня был тяжелый день. В конце концов, меня еще Локи выиграл в футбол. 2-0. Все. Через 5 дней дополнение к Dark Souls будет. Что с пролигой? Закрыли ее. Читайте новости на Гудгейме. Там вот свеженькая сегодня новость простая. Ё-моё, я как вспомнил, что мы тут дракона-то завалили в прошлой трансляции. Да-да, здесь что оставил? Здесь все полутал. Раз, два, три, четыре. Взяли еще певчую птичку. А что по суд грешников? Сестры, так-так-так, подземный путь. Рассказали о другом пути. Это вот как раз мы пойдем на погребальный остров сегодня. Через руины древней Энгвитанской тюрьмы. Мои галлюцинации возникают все чаще, понятно. Погребальный остров, древнее место. Когда-то использовался для... И чтобы там еще пробраться, нужно было заручиться помощью... Да, заслужить божественную благосклонность. Сказали мне, что Таус разрушил дорогу. Чтобы добраться до нем, придется спуститься в яму на погребальном острове. Да. Взамен благосклонность показал битву. Это я сделал. То есть нужно к богам еще вернуться. Сейчас квесты пиздаем. Вообще найс. А ты с Локеном зарплату играешь. Да какая мне невыгодная. Точнее наоборот было бы... Нет, нет. Какая зарплата, вы что ли? На эмоции мы играем. Кто побеждает, тот чемпион. Так, вообще я бы вернулся в Old Song сначала. Поговорил бы с чуваками, которые стояли и поведали мне о драконе. Скажу, что все ок. Возможно, что-то они мне дадут. Квест на голову ограни не сдал в старушку. Да, еще надо домой вернуться. Ну как будет оказия, вернусь. Там 4 косаря экспы где-то приблизительно. И еще денег дадут. Я поэтому и сказал, что масса квестов я все не упомню. Это дракон. Мы видели, как ты поднимался на гору. Ну, что там произошло? С первого трая дракона уложил. Она хотела сказать, что мы рады, что ты вернулся целым. Да, конечно. Дракон и его детеныш мертвы. Хвала Небесной Матери. Благодарим и тебя, Богоподобный. Она хлопает касфата по спине. Я говорил, что надо было на него напасть. Что нам надо было на него напасть. А королева птиц сочла нужным одарить нас способным воинам. Он кивает. Вам искрещивают руки на груди. Жаль, что такой редкий, великий воин Небес должен был погибнуть. Все крылатые существа священны для нашей богини. Все же важнее, что мы можем вернуться к служению в гнезде. Благодарим тебя. Я полагаю, тебе стоит помолиться, Хайли, когда посетишь Тейр Эйброн. Она поблагодарит... Ооо! Хайли! Слушайте, а мы случайно благосклонность второй богини не завоюем? Попробую, короче, Хайли еще квест сдать. Найс! Что-то дали еще. 7000 монет. Ну, для бобра это не деньги. 7097. 97, ну что это такое? Сейчас попробую птицу одну сдать. Привет, Майкер, почему не играет, ты ведь ее рекламишь. А, отлично, ну, то есть отличная логика. Подпишись на премиум, не задавай глупые вопросы. Привет, Сыдру, как идет охота на птиц? Так, в общем, у меня есть птица. Да. Делем потирает руки, нетерпеливо причмокивает губами. Покажи, он хочет их сажать, чтобы... Ну, если вы забыли прошлую часть, сажать, чтобы у него голос появился. Облачную птицу на каменистом. Ооо, какая находка! Он такой разговорчивый, как Мила. Он забирает у вас маленькую птицу, подносит куху, прислушивается к щебетанию. Какое красивое пение, сомневаюсь, что он сможет так щебетать в твоем желудке. Он бросает на вас хмырый взгляд. Ну, очевидно, я не говорю, что она будет петь во мне. Я поглощу ее природу, и музыка станет частью меня. Инта и восприятие. Сейчас можем и так, и так. Я вижу по тебе. Может быть, у тебя хватит смелость убить птицу, но потом ты будешь сожалеть об этом решении. Это глупо. Ты ел мясо вепре и курятен много раз. Правильно, у тебя нет ни клыков, ни... Ну, отлично. Он смотрит на зажатую в руках птицу и сдает тяжелый вздох. Наверное, ты прав. У меня появляется вдохновение и от того, что я слышу песню этой птицы и нахожусь рядом с ней. Я позволю ей петь и дальше. Он раскрывает руку, и птица взмывает в небо. Что ж, наверное, стоит поберечь свой аппетит для подходящей птицы. Дай мне знать, если найдешь другую. Ха! Что? И это все? А, нужно несколько птиц, видимо, принести. Предрассудки. Уверен, что певчий, рассказывающий, рассказывали тебе эту историю, тоже мечтали о быстром, простом способе улучшить свое мастерство. О-о-о-о! Он хмурится, кивает, начинает сутулиться. Если так посмотреть, то, наверное, действительно пустые мечты. Он издает тяжелый... Семь с половиной коопыта. Господи, изейшая экспо, изейшая. Грей Паркер активировал пень ума ваш кана. Грей Паркер, спасибо тебе за активацию. Спасибо, что разъяснил мне ошибку. Теперь я чувствую себя глупо, что вообще просил об этом. Спасибо, мой друг. Мне не нужны редкие певчие птицы. Мне просто нужно найти вдохновение в самом себе. Он кланяется вам с вымоченной улыбкой. Если позволишь, я перестану откладывать и напишу новую. Незначительно отрицательная. Угу. Песня Диких земель. Сейчас будет петь. Готовимся. Не, он просто ливнул. Так, а что у нас, кстати, по экспе? Я же близок. Очень близок к левелапу. Это, между прочим, будет пятнадцатый уровень. Так, отсюда мы перейдем в погребальный остров. Но прежде я бы хотел, я бы хотел пойти в район Элмрич. Или Харцунг. Харцунг точно с квест надо охотника сдать. А в Элмриче что? В Элмриче боги. Может, сейчас без боев... Без боев получим левелап? Лень, привет. Опоздал чутка. Заходи, присаживайся. Наливай там себе чаек. Располагайся поудобнее. Идем по основному квесту, поэтому диалогов, заданий будет много. Так, я пойду сразу в Тейр Эврон. Моя задача, попробовать сдать квест льва и медведя, богу, и попробовать найти Хайли. Перед этим записаться, для того, чтобы не зафейлить с правильной молитвой, с фразой. Девчонки, привет. Они прикольные, вот эти вот две. Добрый вечер, пиф-паф. Если бы всех собрал, дали бы бонус постоянный. Спойлер! Еще легче игру сделали бы тогда. Так, квест... Здесь даем, да? Вы снова стоите перед алтарем Галла Вейна и созвездие в виде головы гончего пса, который обозначает пьедестал. Периодически вы слышите низкий, грохочущий звук, похожий на рычание, помолиться. Вы становитесь на колени, в этот раз, подготовившись к перемещению, холодный камень превращается в теплую землю, мягкую и глинистую. Дым свечей растворяется, на его место приходит муксусный запах леса. Я пришел в поисках благосклонности Галла Вейна. Воющий зверь замолкает, и вы слышите шевеление, что-то следит за вами. Завыть в ответ. Что-то выпрыгивает из кустов, сильные лапы прижимают вашу спину к земле, на вас смотрят янтарные глаза огромного гончего пса. Зверь смотрит на вас, из уголков рта выступают блестящие клыки, шевеля носом, он обнюхивает ваше плечо, затем опускается вниз по руке. Вы провожаете взглядом его нос до ладони, которая покрыта кровью. Пес высовывает язык красный и мясистый, как кусок говяжьего мяса, и лижет вашу окровавленную руку. Его губы растягиваются в подобии улыбки. Зверь задерживает на вас свои светящиеся глаза, в то время как его морда вытягивается, превращаясь в длинное бородатое лицо, а острые уши удлиняются, опускаясь по бокам головы. Огромный гончий пёс превращается в гигантского мужчину, чьи широкие мускулистые плечи покрыты мехами. Он подносит кремниевую ножку вашей шеи и скалится, показывая ряд длинных острых зубов. Вы чувствуете, как Керавиас хватает вас за бок маленькой, но цепкой рукой. Ступай осторожно, считай мое лицо предупреждением, что с Галлоуэйном и его посланниками нужно обращаться с осторожностью и почтением. Левица все еще правит, и скоро ее любят. Левиата вырастут. Почему ты убил медведя? Так, левиата станут еще сильнее, такое наследие нужно защитить даже от достойного соперника. Ее. Сила порождает силу. Сильные вцепляются в преимущество мертвой хватки и не отпускают. Они трясут им и терзают его, пробивая его артери острыми клыками. Кровь возбуждает их аппетит. Оборотень запрокидывает голову назад, закрывает глаза глубоко, вдыхая прохладный воздух. Далее еще два 200 экспы. Он испускает вой, который звенит в воздухе, а затем опускает голову, часто дыша. Изо рта вырывается облачко пара, хрустит хворост, треском ломаются ветки, земля дрожит под весом размеренной рыси шагов. Дюжина зверей, медведи, волки и большие кошки с длинными клыками медленно выступают из зарослей, не отводя от вас глаз одинакового янтарного цвета. Ты так нас запугиваешь кошками и собаками? Звери вас окружают, а их вожак поднимается на ноги. Даже самые большие медведи достигают только его плеч. Бугрящихся узлами, бугрящихся узлами мускулов. Господи, такие... Да, вы остаетесь на месте, помня о хищниках, которые взяли вас кольцо. Ты хотел получить благосклонность Галавейна, и ты ее заслужил. Какую жертву ты теперь преследуешь? Ты уже знаешь, кто мне нужен. Чтобы выследить добычу, тебе нужно понятие передвижения, а Таос следует пути более могущественного хозяина. Теплый ветерок приносит запах дыма и пороха. В потоке воздуха парят и вспыхивают искры, которые задерживаются на листьях над головой Галавейна. Внезапно ваше лицо обдает обжигающий жар. Вы отворачиваетесь, но через закрытые веки вас успевает ослепить вспышка света. Повернувшись обратно, вы видите, что возле Галавейна стоит женщина в полном пластинчатом доспехе. На отполированных до блеска латах вспыхивают отраженные языки пламени. Вы не видите ее лица, но голос у нее сильный и ясный, как звон стали. Let him know his foe. Let me speak for my heart. Пусть он узнает своего противника. Шлюха наконец-то открыла свой рот. Да ладно, это она, это Магран. Скучала по мне Магран, говорит Стойк. Может, это он так с богиней своей общается. Может, ты нашла и других любовников, но уверен, равного мне не было. Магран не отвечает. Она даже не смотрит на Стойка. Мешки под глазами Стойка дрожат от непроизвольного тика. Красноватая кожа, его лица становится белой, он больше не произносит ничего. Они действительно друг с дружкой или это образно говоря, что она других любовников нашла? Мне любопытно, что у них за предыстория такая? Прошел игру, знал много слов. Да, да, да. Ну, вот в этих трех фразах, я думаю, всем слова известны. Теос поймал тысячи душ в солнце в тени, как кроликов в селки. Теперь он направился туда, чтобы собрать улов для своей хозяйки, воедики. Один из медведей раздраженно скребет лапой землю, взъерошив шерсть. Он их съест, высосет их в естество, крепнет на их сущности, мог закрывать глаза и глубоко вдыхает. Один из внимательных наблюдаций за вами Штельгаров облизывается, обводя языком по длинным клыкам. Зачем Таосу помогать воедике? Потому что он ее гончий пес. Он всегда исполнял ее приказания. Он мельком смотрит на другую фигуру, которая стоит прямо за Магран. Уриника выступает за старый порядок, как и Таос. Ее шлем резко наклоняется к нему. Из тени Магран выступает голем из обугленного и покрытого пятнами ржавчины железа. Движения у него медленные, но тщательно выверенные. Каждый шаг сопровождается стоном и скрежетом металла. Из глазниц исходит ровное оранжевое свечение углей горна. Углей горна. Они оба боятся перемен, а Дирвуд в последнее время сильно изменился. Смертные находят ответы не у богов, а в анимансии, в результатах собственных трудов. В челюсти щелкает сестеренка, и Абидон говорит. Это что, тут все боги, что ли, собрались? И почему бы и нет, если они узнали, что даже бога можно убить? Отраженное пламя дрожит на доспехе Магран. Глаза стойко, широко раскрыты. Борода залита потом. Ведь ты именно это и приказала, моя госпожа. Мы всего лишь хотели потешить твое тщеславие, воплотив твое видение в жизнь. Магран стоит неподвижно, непоколебимо. Такое впечатление, что она его вообще не услышала. Что я должен с этим сделать? А, вы не так... Вы не сделали ничего, чтобы остановить Таоса. Давайте, скинем. Существует договор, тот, который Войдика сама едва соблюдает. Боги должны позволить смертным самим управлять своими делами. Это ограничение позволяет сохранить мир между нами. Поэтому Войдика руководит Таосом, и он исполняет ее волю. Полиджина презрительно усмехается. Пробирается через лазейки в Божественном Договоре. Не удивлена, услышав, что боги поступают так же неэтично, как и смертные, когда им это выгодно. Один волк слегка кусает другого, и тот рычит в ответ. Это не наш бой. Что я должен с этим делать? Найди Таоса, иди по слегу, который он оставил, загони его в угол в солнце в тени. Тебе нужно остановить его, прежде чем он наделит силой Войдику. А если ты это сделаешь, тебе нужно будет принять другое решение. Абидон медленно кивает, жужжай лязгой шестеренками. Стойк. А если ты считаешь, что можешь вынести это решение по своему желанию, то ты не слушал наших разговоров на пути. Души были вырваны из мира, зрелые, полные, пульсирующие сущностью. Один из волков пускай слюну, оголев зубы в широком оскале. Разбросай их, как разбрасывают кости перед сворой собак. Их сущность усилит души Дирвуда. Пусть останки умерших накормят выживших. Интересный план. Зачем не скармливать сущность потерянных? Ну, чтобы они тому не достались, очевидно. А чтобы пройдить силу, она рождается от смешивания сущностей и крови. Волкеры чата щелкают пастями. То, что сделал Таос, обратить нельзя. Из-за его действий уже изменились тысячи жизней. И еще тысячи закончились. Язык пламя не дрожит на ее нагруднике. Но преображение дает цель испытания. А улучшение — цель всех смертных. Длинные жизни, процветающее будущее, здоровые умы и тела. Если ты сделаешь тех, кто остался сильнее, то исправишь вред, который Таос на нее дирвуду. Понятненько. Так. Ну, мне осталось найти Таоса. А когда будем спускаться в яму, к солнцу в тени, будешь рассчитывать на нашу помощь. Надеюсь, мы сможем рассчитывать на твою, когда ты достигнешь дна. Это я завсегда. Я на дне, как краб на морском дне. На погребальном острове много душ, которые поклялись служить нам. Теперь они принадлежат тебе. И они помогут при спуске. Интересно, как? Косарик опыта. Еще там 1300. Опасаясь обещаний Бога, храните лицо стойко мрачнеет. Они обязывают, но только в одну сторону. Звери становятся беспокоенными, скребут лапами землю и пристально смотрят на вас с возобновившимся интересом. Медведь не уходит землю возле вашей ноги. Один из штельгаров пробирается в круг, сверкая янтарными глазами. Галавейн силой бросает нож, который по рукоятку погружается в землю между ваших ног. Он поднимает пустую руку. Выследи его смертность. А когда остановишь его, позволь душам, которые он поймал, сдать пищи для Дирвуда. Усильь души тех, кто остался. Подготовь их к грядущим трудностям и вызовам. Поклянись, что сделаешь это, и мы наградим тебя могуществом лучшего воина из когда-либо живших. Да я, в общем-то, и так... Ever lived. Предай нас, и мы, звери, выследят тебя. Нельзя просто так взять и отбросить нашу благосклонность. Нельзя просто так. Мой друг, киваясь вверх-вниз, следя за каждым словом Галавейна. Друг мой, это невероятно благоприятный момент. Властелина охоты обратилась к тебе без недомоломок и загадок. Прислушившись к его словам о том, что звери не лгут, если ты уклонишься от задания. Ибо это не пустое обещание. А я клянусь, что преобразую пойманные души. Я выслушаю других. Подумай и просчитай все, но ты должен принять решение. Рука Галавейна опускается, рычащая стая бросается в круг. Видение мгновенно исчезает, возвращая вас в Тер-Эврон, где на месте светящихся глаз стоят горячие свечи. Так, хорошо. Теперь мне нужно найти... Как там на... На х... Бога зовут. Хайли. Помолиться. Нет, надо сохраниться. Перед тем, как помолиться, лучше, да, лучше. Мы заслужили божественную богосклонность. Надо спуститься уже в яму в погребальном острове. Так, а кто такая вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, давайте я сделаю типа правильно. Кто такая вообще Хайли? Зимний зверь. Это вообще оно, не оно? Я собирал здесь книги. Книга охоты. Головин, да, это оно. Ищем упоминания Хайли. Магран. Шкура. Это уже не том. Богиня материнства. Всех пернатых летающих существ. Материнство. Все сущее можно, нет. В смерти есть жизнь, жизнь и смерть возможны. Внутренняя сила. Нота песни жизни. Океан, борьба. Что есть ответ без смерти есть жизнь. Пока в смерти есть жизнь, в жизни есть смерть. Никаких пернатых тут не алло. Точно не один. Выживание начинается с внутренней силы. Песня жизни. Печаль океана, чтобы забыть свою. Вся жизнь приходит в покой. Ладно, давай. В смерти есть жизнь, в жизни смерть. Не угадал. Материнство, да? Материнство. Там не так много близких к этому вариантов. Выживание, внутренняя сила. Нет. Я хотел с... Ладно, не важно. Специально че-то не читаю. Уверен, что там опять подсказки идут, блин. Спойлеры. Побанить бы их. Помощники, наверное, есть. Каждая нота песни жизни возможна, но это по порядку идем. Борьба — это наша суть, вряд ли. Печаль океана, вряд ли. Приходит в покой. Ну, давай по порядку. Каждая нота — песня жизни. Да. Ваши слова звенят в воздухе, когда невидимая творческая сила делает голос мелодичным и воодушевляющим. Хочу поговорить с Хайлей. А, посвистеть нужно птицам. Вы свистите первую мелодию, которая приходит в голову. Воробьи мигают своими похожими на бусинками глазами. Завтра мой хозяин удавится своим холстом. Да-да-да. Он качает свои крошечные головки и открывает клюв, из которого раздается богатая и забилующая трелями мелодия. Песня хора птиц. Огромная стая птиц спускается с неба с оглушающим шумом бьющих по воздуху крыльев. Уханье, трескотни, чириканье. Они заполняют ветви деревьев тысячами. Птицы всех возможных форм, размеров, цветов прижимаются друг к другу. Честно говоря, я терпеть не могу птиц. Сказала девушка-негр с перьями вместо волос. Ветер рябью проносится по воздуху и раскачивает ветви, которые скрипят в странном нежном ритме. Несколько сотен птиц резко взлетают со своих мест, образовав перед деревом яркую пеструю стаю. Когда они собираются и машут крыльями в унисон, вы замечаете, что кто-то, скрытый вихрем перьев, смотрит на вас. Вот, 3600 экспы. Ты пришел в мой храм и избавился от дракона. Теперь мои верующие смогут туда вернуться, чтобы возносить свои радостные песни в небеса и восхвалять меня своим творчеством. Об одной услуге просили. Услуга за услугу, так? Довольно разумное предложение, если у нас будет одна цель. Огромная стая кружит вокруг храма. Так, я уже знаю, что Таос из Арканон отправился в солнце в тени, чтобы усилить в Эдику тысячами душ. Птицы возвращаются на дерево и рассаживаются среди своих сородичей. По веткам снова проносится легкий ветер, несущий голос богини. Тогда ты заслужил мою благосклонность. Только ты не вылечишь Дирву, остановив Таоса. Тебе нужно направить пойманные души обратно в тела, у которых они были украдены. Вот это мне нравится. Построжденным детям, чьи глаза никогда не видели солнце. Ты можешь их вылечить. Их семьи станут петь радостные гимны после многих лет скорби. Легкий ветер щекочет вам в ухо. Мир и восстановление дают цель страданий. В боли, которая не приводит к счастью, нет смысла, нет спасения. Законы симметрии требуют, чтобы вслед за такими страданиями пришло великое ликование. Мне нравится. Когда достигнешь погребального острова, ты найдешь там души, которым я простил их преступления. Я передаю их тебе. Только они могут спустить тебя вниз в сохранности. То у меня уже есть правильники, а когда встретишься с Таусом и гниющими плодами его деяний, помни о нашем разговоре. В этот момент у тебя будет сила, равная силе Бога. А после этого ты будешь жить в мире, который сам выбрал. Выбери восстановление, Хранитель. Верни души в те тела, из которых они украдены. Поклянись, что поступишь так, я наделю тебя такой силой, что даже выйди к сей. Мне нравится. Клянусь, что верну. Я буду помнить. Темные крылья резко закрываются, на ваше плечо пересаживается маленький воробей. Он отклоняет голову назад, раскрывает клювик, а оттуда льется песня, какой вы никогда ранее не слышали. Мелодии, печальные и прекрасные, одновременно гипнотизируют вас. Мир вокруг вас состоит только из цвета и звука. Один идеально прекрасный микс следует за другим, словно строки стиха или ноты песни. Милость Хайли мы получили. Подожди, я еще с тобой не закончила. Полиджина делает шаг вперед в стае птиц. Птицы кружат. Кто говорит так гневно? Прошу простить Полиджине, ее дерос засть Хайля. Страсть еще одна сторона моей природы. Прощать нечего. Птицы рассаживаются на ветвях и разглядывают Полиджину. Полиджину! Не часто кто-либо из нашего вида получает возможность поговорить с их, как тебя называть, матерью, отцом. Эти слова кажутся недостаточными, но в то же время слишком щедрыми, с учетом нашего прошлого. Птицы наклоняют свои головы на бок, поднимая, поворачивая шеи, чтобы взглянуть друг на друга. Ты на меня зла. А чего ты ожидала? Что я буду счастлива быть такой? Жить так? Какой создатель делает такое со своим творением и покидает его в мире, который так жесток? Ты капризная какая. А если бы я вырвала тебя из твоего дома, обняла своими крыльями и привела в место подобное этому, в спокойное и полное гармонии, место далеко от боевых песен и танцев, которые ты так любишь? И острев вздрагивает, встряхнув перьями. Расскажи мне, чего ты хочешь? Всего, что я хотела от вас, богов, это взять на себя какую-то ответственность, хотя бы какую-нибудь, за то, что вы сделали. Что? С нами, со всеми этими детьми, которых вы покинули. Что этот негр себе позволяет? Птицы бьют крыльями, поднимаясь с веток. Ты неистовая песня, и такие мне нравятся. Я слышу твое негодование и ярость, и это для меня музыка. Твоя доблесть и отвага оставляют след на мире, как гобелен на стене. Я не буду глушить твою песню даже утешением своих крыльев. Че это значит? Вернись! Она в злости кричит, улетающая стая. Ответа нет. Полиджина сжимает кулаки от злости. Уйди, какая грозная. Мне жаль, что ты не получил ответ на свои вопросы. Она не вернется, нет, кричит. Промолчает стойко. Мне следовало ожидать, что я никогда не получу от нее ответов. Но рассерженно вскидывает руки вверх. С меня хватит. Задание выполнено. Ничего себе. Может стоило, конечно, как-то по... Бандиты унесли 666? What? Куда смотрела стража? Валера. Пошел. Клево. Привет, Ахаплей. Посмотреть, что за баф от Хайлии дали. Сейчас посмотрим. Я думаю, что это обилка, но, видимо, да, это пассивочка у главного героя. Меня же готовят к финальному сражению вообще. Серьезно. Сейчас пойду выполню квест охотника. Так. Хайлии. Милость Хайлии. Восприятие знаний. Восприятие хорошо, знания так. И это вот... Вот если бы десяточку восприятия дали, я бы, конечно... О, 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 кто такие? Откуда? С какого района? Стой! Не с места! Это он мне? Повелителю огня? Мы поговорим. Ты попал не в тот город, инквизитор. Призрак солдата подносит короткий меч к вашей груди. Неужели ты думал, что тебя не узнают здесь, в твоем старом доме? Я видел твои суды собственными глазами. Я видел, как ты поджигал костры, над которыми были привязаны хорошие люди. Те, кого я знал много лет. Воу, воу, воу. Он хватает вас за горло, сдавливая гортань. Вы не можете понять, настоящую или воображаемую. Они заслуживают твоего признания, поднимая это стремя, еще едва не касаясь ими вашего глаза. Сурос, что ты делаешь? Смотрите, портретик слева появился, значит, мы ее можем взять с собой. Застегнутый врасполк солдат сразу вас отпускает и поворачивает лицо к тому, кто это сказал. К женщине, в простой шерстяной тунике. Она на целую голову ниже его, но почему-то кажется, что она над ним возвышается. Вы видели лицо этой женщины и раньше, но издалека. Оно было окровавлено и обожжено, а сама женщина была распростерта на железном колесе. Сейчас на лице видно только беспокойство. Убийца, отправленный инквизицией, миледи, посмел подойти к нашему лагерю. Если он настолько плохой убийца, что подходит к вооруженному стражу средь бела дня, то бояться мне нечего. Я хочу слышать, чего он хочет сказать. Она сверлит солдата взглядом, пока тот не отводит глаза. Он отворачивается с кислым лицом и время от времени бросает на вас косые взгляды, сжав руку с побелевшими костяшками на головке меча. Иавара. Наверное, это какой-то обман разума. Не ожидал тебя увидеть снова. Солгать, 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 солгать. Пять вариантов солгать. У меня не было прав ожидать, учитывая, как мы расстались. Иавара. Слушайте, знакомое имя. Иавара, Иавара. Это не та ли подруга, о которой мне Таус говорил, что то ли она сестра, то ли она то-се. Кто это такая? Я надеялся, что мы сможем начать все заново. Я просто хотел увидеть основу. Великий инквизитор Таус отправил меня сюда, чтобы шпионить за тобой. Да. Иавара не мигает. Неужели там все так плохо? А я и не знала. Надеюсь, твое следующее поручение будет более интересным. Слушать мои лекции и скучная работа для шпиона. Да, она говорит. Иавара смотрит на вас с любопытством. Это приятный сюрприз. Давно я не видела никого из своих старых друзей. А тебя из всех я и не ожидала увидеть. Какие бы ни были причины, я скучала по тебе все эти годы. То, что ты пришел сюда сейчас, когда я окружена незнакомцами, чудесный подарок. Я бы хотела, чтобы ты остался здесь, в лагере, в качестве моего гостя. Какой лагерь? Что? Откуда ты вообще здесь взялась? Солдат не всем больше молчает. Подходит. Миледи, умоляю вас, это инквизитор. Это отчаянная попытка погушения на вашу жизнь. Она будет успешна только в том случае, если вы сами это позволите. Его голос приглушен, но явно не предназначен исключительно для ее ушей. Она убирает руку со спокойной решительностью. Это миссионер. Такой же, каким когда-то была я. Наученный неправильным вещам, как и я когда-то. Если я не смогу поверить собственность, когда способность кого-то образумится перед лицом правды, то на что нам можно надеяться? Мудрые слова. Миледи, он признался, что он шпион. Ну я же был шпионом. Being a spy. Тогда для нас уже не такая большая угроза, согласен? Мне ничего скрывать. Я вижу только возможность убедить кого-то, кто сможет нам помочь. У нас здесь много бывших миссионеров. Эти самые преданные и полезные наши сторонники. Это самые. Многие отдали за нас свою жизнь. Мы не должны от них отворачиваться. А если инквизиции нужна помощь, они могут ее забрать. А, моя жизнь, моя помощь. Но они знают не хуже меня, что мои дела не умрят вместе со мной. Идем. Нам нужно много о чем поговорить. Пыщ. Куда мне идти? Так, пойду для начала. Сдам... Сдам квест. В hard song. White March 2. Зачем сейчас White March 2 идти? Олени. У меня сейчас только-только основной квест. Вырисовался. Меня тут бафают, направляют. Иди, говорит, на дно, мы тебе поможем. Все будет ок. Сдамик, ты хоть что-нибудь воспринимаешь серьезно? Или есть мир, лишь декорация для твоих идиотских шуток? Мир — это шутка, женщина-птица, и не смешная. Ты хочешь убить вестника? Если бы он был таким же надоедливым, как ты, я бы подумал об этом. Так, а где я взял вообще... Господи... Кажется, в таверне. В небесных саженцах. Я с ним... Сейчас его лучше посмотрю. Охотник-брат называется. Кажется, да. Ну, больше... Я же его встретил практически сразу же, правильно? Либо он в центральном, либо... Либо здесь. Лени, прав, говорят. А зачем вы меня вайт-марш посылаете? Какая логика? Там же типа... Хай-энд контент. А, в таверне? Окей. Так, с Диэлем ты кто? А, это вот... Певчи, которые... Надо еще взять здесь привал один. Да и переночевать было бы неплохо. Сила телосложения решительность. Нойс. Хейл, тревелор. Я вижу, что у Аллота и стойка диалоги есть. Верховный монах это не то. Им я квест уже взял. Здесь нет ничего. Возможно, в... Торговой штуке. В лем верхнем углу. Да я найду его сейчас. Прочитаю этот дневник. Все. Вопрос времени. Так, значит... А может, и прошлый Локин. Блин. А, чего сидит Гоу делать? Я вот не совсем... Ну ладно, не важно. Так. Давайте сдадим... Попробуем поговорить с главной вот этой вот подругой. Возможно, там тоже что-то мне расскажет. Короче, это было в прошлой локации. Это было в прошлой локации. Там, где охотники. Там, где мы людей вырезали. Он стоял у входа и бахвалился перед девчонкой. Это было. Короче, не здесь. Не здесь. Не в этой. Рядай. Хотя, может, это он. Ты вернулся. Он бросает взгляд на охотницу. Надеемся... А, нет. Он, вот он здесь. Рядай. Надеемся, справдя судьбой моего брата. А, да. Этот же дал задание, а тот стоит там. Все верно. Я выполнил задание. Теперь мне пора поговорить. Что ты видел? Где фиорм он делает? Скажи мне. Рядай, охотница, отгораживает вас ладони от своего спутника. Правда принадлежит всем нам. Даже Артвину. Ты это знаешь. Я готов поделиться правдой с Анаминфата. Он поднимает взгляд, и я позабочу, чтобы был готов и Артвин. Так, рассказать о своих находках. Так, все верно. Поэтому я и помню, что вроде в этой локации, но потом в верхнюю... Говорим, в общем. С Анаминфат. Я собрал сведения об исчезновении фиорма. Вот как. Артвин и Рядай только об этом и говорят. Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Голос Анамс. И все же твои свидетельства могут помирить смотрители камней и рассеченных стрел. Она складывает ладони треугольником. Как только у тебя будет достаточной информации, созову слушание. Приступим. Она кивает. Я вызову Артвина и Рядая. Их судьба, репутация и их племя не зависят от того, что ты расскажешь нам. Поехали. Ну, у меня есть правда, я знаю историю. Все, все, сейчас будет ок. Справедливость восстановим. Привет, кукушка. Все отлично. Да, хулиганим. Весвелл стоит во голове зала. За спиной у нее сияют десятки свечей. Ее длинная тень лежит на полу. Мы собрались, чтобы рассмотреть спор Артвина и Рядая об исчезновении фиорма. С этой целью нас почтил своим присутствием. Гаус Ан Анамс. Его сведения помогут нам принять решение и вынести вердикт. В передней части хижины слышен удивленный шепот. Начнем с заявления Артвина. Он утверждает, что фиорм натравил на него штельгара и что он самостоятельно зарезал зверя. Фиорм же, по его словам, сбежал, опасаясь, что его действия навлекут позор на смотрителей камня. Она показывает клык длиной в свою руку. В качестве доказательства он принес клык этого огромного штельгара. С другой стороны, Рядая заявляет, что Артвин обманул и убил его брата во время охоты. Такой охотник, как фиорм, мог погибнуть на кровной охоте только вследствие предательства. Ни то, ни другое, кстати, неправда. Она обращается к вам. Ее тень колеблется и танцует в свете свечей. А теперь выслушаем, что скажет Гаус Ан-Анамс. Просим тебя поделиться с твоими наблюдениями, чтобы можно было помирить эти два племени. Она склоняет голову. Какова судьба Фиорма? Он мертв. Что? Рядая шеломленно смотрит на вас. На его лице гримаса удивления и злости. Он переводит взгляд на Артвина. Как ты его убил? Говори, слезняк! Ан-Анаминфат резко поворачивается к гланфотанцам. Не забывайте. Грудь Рядая вздувается. Он покорно склоняет голову. Глаза Артвина бегают с места на место. Ан-Анаминфат продолжает говорить. Очень горько слышит такие новости, но мы все равно должны добраться до истины. Если это так, то как был убит гигантский Штельгар? Фиорм убил зверя. Ну, конечно, это был он, Рядай потрясает кулаком, оглядывая зал. Артвин лишь слабый охотник из племени рассеченных стрел и лжец в придачу. Тихо! Шерсть на ее руках топорщится. Ее зрачки сужаются, когда она обращается к вам. Вот мы и подошли к сути. Галус Ан-Анамс. Сообщи истину шести племенам. Фиорм обманул Артвина и сам вступил в бой с гигантским Штельгаром. Они оба погибли в бою. Как оба погибли в бою? А, оба вместе со Штельгаром. Итак, Фиорм обманула Артвина, сам вступил в бой. Они оба погибли в бою. Артвин попытался скрыть позор, но солгал о том, что победил зверя. Ваше обращение к торжествующим слушателям эхом проносится по проходу шести. Бесвел кивает. Будет так, как ты сказал. Благодарим тебя за твой вклад в восстановление истины. Аномифат обращается к Артвину и Редаю. Братья, пусть эти раны заживут. Идите с миром и не забывайте о том позоре, которым покрылся наш очаг. Пятьсот шестьдесят четыре опыта. Так, поговорить с Аномифат о проходе шести. Давайте попробуем. Она поворачивается к вам. Два позоренных племени не совсем... Блин, а чего не двое? Почему два позоренных? А, потому что и тот тоже обманул. Не совсем то, чего я ожидала, но мы должны научиться воспринимать горькую правду, если хотим выжить в том, что грядет. Твоя честность благо для нас. Прими это вместе с благодарностью. О, три косаря опыта. Это же другое дело. Сколько там бобру осталось? Ковылять-то до пятнашки. Еще нужно, да. Что за шесть племен? Галанфатанское сообщество разделено на племена, а те, в свою очередь, делятся на кланы. Каждый из племен объединяет свою историю. Уже пять этих племен. А кланы и семейные сообщества живущие вместе. На самом деле племен больше шести, но по традиции все остальные идут за шестью самыми большими. У каждого из шести племен есть свое место здесь, в проходе шести. Тут обсуждаются наши общие вопросы. Например, ты знаешь о споре, который возник перед войной расколотых камней? Шесть племен это смотрители камня, журавль, рыболов, трехклыки, штельгар, каменный куст, рассеченные стрелы и, конечно же, ведомый компас. А зачем мне о них спрашивать вообще? О чем-то другом. До свидания. Я хочу на погребальный остров пойти. Хватит диалогов. И так у меня два диалога висят. Не игра, а книга какая-то, говорит Фуфа Мейстер. Но тебе Фуфа, тебе бы экшона добавить. Так. Давайте наверх. Хотя я могу перейти с любого же места. Хотя тут уже... Я отдохнул, есть привалы. Идем на Олд Сонг. В Олд Сонг... Можно было еще сейчас сходить в... Наш замок родной. И сдать квест головы... Голову Огра сдать. И может быть получить новые заказы на убийство. Вот это, кстати, хорошая штука. Да, давай сначала в Каэт Нуа. Неизменно, когда возвращаюсь в Каэт Нуа, вспоминаю о бесконечных путях и кусочки меча, которые я там оставил, ориентировочно на третьем уровне. Геларе, хорошо сделано. Островательное фортресе в старом стиле. Мы не... Не по-другому. Тоже внуковые к канонам. Меч равно экспа. Мне просто любопытно, там же уникальный меч. Скорее всего он привязывается, то есть с этими с... Может стоит сейчас спуститься в бесконечные. Там где-то на третьем левеле. Одна комната. На третьем, на четвертом где-то так. И кузнец уже есть, который готов этот меч сковать. Так, я пришел забрать награду за Налренда Мудрого. Это огромный огур. 4К опыта. И ачивка. Охотник за головами. Фух, пахнет она не лучше, чем выглядит. Хорошая работа, вот награда. Что-нибудь еще? Какие есть награды? Новые предложения. О-о-о-о. 4 заказа. Так, раз, два, три, четыре. Все собрали и уходим. Ха-ха. Блин, еще 4К и левелап. У тебя же нужной сабли нет, ты ее продал. Я саблю продал? Тебе бесконечные пути не напоминают спуск церковь в Первом Диабло. В чем-то да. Так, награда. Награда, жрец. Эстернвуд. Эстернвуд, Эстернвуд. А, Эстернвуд, вот он. Сейчас одного вольну. Но они должны быть нормальны. Это уже вторая пачка. Эстернвуд. Локация давно открыта. Но раз он там поселился, значит... Можно прочитать сначала о нем. Может, это поможет как-то в плане подготовки к сражению. Так, Эстернвуд. Жрец, это сианец. Торфен, причинял беспокойство жителям. За голову объявлена награда. Верховный жрец. Осквернительные могилы. Убийство рыцарей, которых послали, чтобы остановить за голову награда. Получить. Положу конец. Принести голову в качестве доказательств. Хорошо, ничего такого мне не сдали. Мне кажется, что он будет в могилках. Раз про кладбище речь. Это как раз кладбище. Переходим на шаги. Да, похоже на то. Торфен, вот он. Ну, зашел отлично. Начало, как говорится, положено. Побер останавливает тут же. Их много, да. Их много. Ничего не скажешь. Но мы тоже не лыком шитом. Так, рой насекомых тоже прошел. Давай-ка ты у нас со скоростью, у тебя все хорошо. Ой, как неудачно откинули ты его. Господи. Там только бобер. Блин. У них вроде защиты так себе. Поэтому. Хорошо. Хорошо. Так, бобер снова попал. На дальних не достает. Надо... Ой-ой-ой. Да, они и так разваливаются. Они не пробивают просто. Видимо, не под левел. Все. Просто изи. Есть уникальный доспех. Панцирь возмездия. Тяжелый. Жутко. В4 на 14. Дробящий разъедающий. 18-11. В4 на 4. Ответный удар. И два решительности добавляет. По заклинаниям. Пятый левел. Можно уже возвращаться за наградой. Так, а может тогда мы сразу и... Руины Ле-Арамен. Я даже такого не помню. Ле-Арамен. Руины Ле-Арамен. Я там не был ни разу, видимо. В этих руинах. Следующий. Копер Лейн, да. Катакомбы. А, катакомбы Копер Лейна. Туда быстро не... Мне нужно сначала в Копер Лейн, типа, а потом в руины спуститься. В катакомбы, точнее. А четвертый где? Барт. Килобан Релаг. Да более знакомые. Это, кажется, на севере где-то. Да, вот здесь... Килобан Релаг. Сейчас зайдем еще к одному. Пару заказов выполним. Квест сдадим. Левелапы получим. И пойдем... Пойдем. На этот остров. На дно. Здесь вообще локация малюсенькая. Им почти негде быть, кроме как вот здесь вот. А вот они. Недооценивать, тем не менее, не стоит. Лучше... Лучше... Хотя бы базовые вещи. Копатель. Я не вижу никакие защиты у них пока. Потому что они... Ну, закрыты все. Ай, защита хреновая. Тоже... Ну, лемминги, получается. Лемминги. Даже дьявола из корока особо не пробивают. Что с них взять? Сейчас все упадут, скорее всего. И все. Стойка можно там... Ну, давай, поберну. Бах. Хотя нет, там соточка есть. У кого-то даже соточка есть по защитам. Бах. Там уже трупы лежат больше, чем по большей части. Да? Изи просто. Просто изи. Видимо, предполагалось, что эти заказы я буду выполнять с определенной периодичностью. Ой, да ладно, тут нет. Предметов уникальных. Все, второй заказ. Изейший. Изейший. Димарка говорит, спасибо. Сайт стал таким приятным. Спасибо разработчикам. Блин, это... Так... Когда что-то не то, сразу войны очень много. О, с... Со спасибо. Они редки, но очень... Именно поэтому очень ценны. Спасибо за то, что оценил. Так, кайтнула. А стойкам уже нафармил или забил? Нет, забил. Стойк... Им долго просто убивать. Даже на таких упырях им долго убивать. Тот, который в руинах, в локации ущелья. Это не столь важно. Я не собираюсь сейчас все... Все квесты выполнять. Мне не хватает буквально вот тысяч пять опыта. Да, дворфейка. Еще когда ЛС появится, приват. И с полсотни багов дофиксим. Будет совсем... Не такой красивый и приятный, как белый, конечно. Угу. Ай. Сдаемся. Награда раз. Есть ловелап, слышу. Да, 4К опыта. И еще. И еще ловелап. До свидания. У всех? У всех ловелапы. Аааа. Полиджина. Атлетик. Способности паладина. Узри мученика. Это, кажется, что-то новое. Цепь исцеления была. Отречение вроде тоже. А у зри мученика паладин выбирает павшего союзника, создавая над ним пульсирующий маяк, который увеличивает скорость и вычет урона ближайших союзников, одновременно уменьшая скорость и вычет урона ближайших врагов. Маяк исчезает, когда союзник приходит в чувство. Ааа. Прикольно. Если паладин будет выведен из боя, способность автоматически применяется к нему. Ааа. Клево. Надо брать. Вычет урона минус 8 и плюс. Ааа. Короче, если у вас кто-то умирает, если паладин умирает, вообще шикарно. Все остальные получают защиту дополнительного. Враги становятся более уязвимыми. Причем это длится 18 секунд. 17,3. Вот. Но если кто-то упал, то вместо того, чтобы его поднять, можно как альтернативный сначала сделать дебаф на врагов и баф на, соответственно, себя. Ой. А, да, это было. Узрим ученика берем. Полиджина, полиджина. Бобер левелапнулся. У бобра, у бобра, у бобра, у бобра. У бобра я на атлетику качал. Чтобы проще было восстанавливаться. И силы последнего, восьмого уровня. Две, можно две взять. Сосредоточение 80. Сайфер использует душу союзника, чтобы создать клинки из чистой энергии, которые высовываются из рук. Клинки наносят чистый урон, увеличивают сосредоточение создавшего их сайфера. Пожинающие ножи. 15-20. Уааа. Персонаж получить... А, 30% нанесенного урона в виде сосредоточения. Ооо. Ооо. Ооо, хорошо. Во-первых, он будет наносить урон. Ладно, ну так себе урон, процентов 20. Во-вторых, часть нанесенного урона, либо от общего, либо от этого, скорее всего от этого, будет переходить в дополнительное сосредоточение, что, конечно, прекрасно. Защитная паутина разумов. Взывая... Связывая свой разум с разумом ближайших союзников, заклинали, создают серию защитных связей между ними. Все союзники в защитной паутине разумов используют лучшую защиту, которой обладает кто-либо в сети. Офигеть. 46 секунд аура. Господи, это какая халява. Ооо. Ну. То есть у нас теперь нет... Все защиты будут, скорее всего, полиджиновские. Ну, воля может быть сайферовская. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть 120 там и вперед. То есть даже мага будет сложно пробить. Такая имба. Просто. Ну, вот у полиджин. Ну, не 120. 105, 108, 105, 104. 107. Нет, все полиджиновское надо брать. У нее за соточку. Вообще, ей тогда особенно важно будет накидать недостающие вещи по... Не просто вычет урона, именно защиты. А у нее, кстати, да. По воле я бы ей плащик заменил. Взял бы плащик, типа стойкость реакции воли отсюда. Потому что ее защита, это защита всех. 112, 108. Четверочка защита обычная. Ну, да. Так, тебе на вычет урона сделаем. И все защиты. Но это не столь же важно. Ей, наверное... Ей было бы круто еще взять щит, как альтернативную тему. Ну, потому что еще ты можешь отклонения повысить значительно. Берешь там какой-нибудь щит на 16 в отклонении. 124, здравствуйте. То есть такой альтернативный... Альтернативный вариант. Кажется, у меня были еще щиты. Уникальные, толковые. Ну, кроме деревянного базового. А, вот еще вот такой вот щит. Сколько там? Плюс 8, то же самое, да? Да. И щит-то можно еще апнуть. Но это не тот ап, который мы ищем. Отклонение щитом плюс 12. На четверочку. Не, не будем. Еще надо запомнить, что можно взять и увеличить на 24 еще отклонения за счет щита. Очень классно. Так, следующий левелап у Ашота. Ашот у нас продолжает знание апать, хотя свитки он не использует. Законения 8 левела становятся доступными. Черный лук. Кдебольда вызывает черный лук, который наносит разъедающий урон. 29-44 очень хороший урон. Переходит на других врагов. Накладывает ужас. Превосходное качество. Он, скорее всего, даже круче уникального лука, который есть у той. Но я не буду брать, потому что у него... Он не боевой совсем. У него с точностью проблемы совсем проблемы. Плюс у него палочка такая родная. Леденеющий гребень. Колокота. Призрачная костлявая рука. Проносится по области, нося ледяной урон. И ослабление вызывает. Серьезный урон. Ослабление на 10 секунд. Укрытие от стихий. А, тут в единицах. 100 единиц от всех типов урона на 40. Очень хорошая штука. Особенно, если будет какая-то грязь. Ну, в самые разные, там, стихийные, ауешные, особенно, заклинания. Позволяет волшебнику временно одолжить заклинания 7 уровня. Или ниже у друида, священника или волшебника. В течение продолжительного времени волшебник может свободно использовать украденные заклинания. Краж заклинаний на 80 секунд. Прошлый раз отпечаток я не юз... Так, минолеты это... Тот же колющий урон хватит. Стена многих красок. Призывает радужную стену всевозможных красок, которые наносят различный урон и различные воздействия, проходящим сквозь нее врагам. Красный урон огнем, оранжевый, разъедающий. Вот надо брать. Это электрический, чистый, со всякими там окаменениями, доминированием. Ой, надо брать. Вот на многих красок звучит как имба. Ну, по крайней мере, по описанию. По полю проносится знойный ветер, который наносит всем в области чистый урон. Не такой серьезный, но, учитывая то, что это АОЕ... Короче, я беру АОЕ и АОЕ. Всем АОЕ, пацаны. Закрепляем на четвертом левеле притяжение иоры, как бесплатное заклинание. И это крутой левелап, конечно. Стойк. Стойк. Прокачаю выживание. Нет, какое выживание? Какое выживание ты прокачиваешь? Вась. Тебе нужно либо Атлетику, либо Знание. Лучше Знание, потому что у тебя даже и Мастер Заклинаний. Предность правоверных, самая юзабельная на четвертом левеле. И три новых спыла. Длань, горе и благо. Фу, дальность 5, длительность 10, урон огненный, выносливость 30. Извините. Луч на врагов тот же эффект, что и цель. Призывает луч света, который лечит союзников и сжигает врагов. Выносливости очень много. То есть 10 секунд, это 300 выносливости. Это даже танка можно поднять с нуля до... Да и урон, в общем-то, 300 огненного урона, это... Символ Магран. Вот. Создает на земле символ. Спасибо. Который периодически носит огненный урон врагам в области действия, вызывая ослепление. Очень долго длится, 25 секунд. Огненный урон. Непонятно, какой тик идет. И бдительный страж. Привести в чувство с запасом выносливости при потере сознания. Аааа... То есть если эта способность активна, то после того, как ты теряешь сознание, любой из... Короче, вот это вообще... Без срока действия, если ее никак не снимут, то это вторая жизнь для всех. Правда, выносливости 90 всего лишь, но тем не менее очень круто. Так. Дальше у нас идет Друид. Мастер заклинаний на четвертом. Я использовал лунный колодец и град здесь. Аня, кипящий поток же топовый по дамагу. И три новых заклинания. Карающая буря. Электрический урон. Оглушение. И 28 секунд. Любую цель, по которой он попадает в ближнем бою, или которая попадает по нему, поражает разряд молнии. Ну, как-то так. Оглушение в случае успеха. Олень. Огненный олень. Объединяет крошечные духи природы в огромного оленя из огня. Олень оставляет за собой пылающий след. Духов внутри него можно резко распустить, со взрывом уничтожая оленя, чтобы нанести огненный или коилющий урон тем, кто окажется рядом. Олень. И торнадо. Дробящий урон. Сбивание с ног. 7 секунд. Который может подкидывать тех, кто в него попал. В воздух сбивать с ног. Вообще, пати левелапнулась. И остается дьявол из корока. Механика 14. Ложная смерть, кажется, новая. Падает на землю, притворяясь выбывшим. Восстанавливает выносливость. Ждет подходящего момента. Нет, так себе. Утечка. Основная атака. Доп-урон. Огрушение. От нее можно избавиться. То есть, заменить на другого. Хотя, это ее на 10 секунд просто неуязвимый делает. Наверное, все-таки стоит ложную смерть взять. Она самая простая в плане механики сейчас. То есть, ее управлять практически не нужно. Выбирает только цели. Хорошая скорость атаки, упреждения. Но по сравнению с остальными, она довольно простая. Так, теперь мы пробуем идти по основному квесту. Может, а что-то в броню лапнешь. А зачем ему, в принципе, броня? Что делаем? Я только пришел. Мы поздавали, во-первых, массу квестов в... В Вязых Близнецах. На прошлой трансляции убили дракона. Сдали квест по дракону. Добились расположения богов в Элдмриче. Сделали квесты на... По товарищу, который песни пел. Здесь отряд один спасли. Расследовали убийство, не убийство двух охотников. Истребили один клан. И вот, в общем, в этих четырех местах, в Нордфольде, кстати, я не все прошел, более-менее разобрались. Теперь с Олдсунга нужно ехать на погребальный остров. Потому что с погребального острова можно попасть в локацию. В общем, мы преследуем сейчас главного злодея среди людей, по крайней мере. Таоса. Я специально в интересе сделал простым. И теперь говорю, что она не очень. Так она хороша. Она наносит хороший и замечательный урон. Я то, что хотел, то и получил. Но если говорить о потенциальном новом члене команды, от Полиджина я избавляться не буду. От Бобра, естественно, тоже. Олд. Второй кандидат. Стойк и Друид никуда не уйдут. То есть я их никуда не оттащу. Дорвал. Прошло очень много времени с тех пор, как Чужеземец переправит меня на ту сторону. Хорошо держись крепко на ногах у этих вот капризный нрав. Поехали. Поплыли, точнее. Или пошли. Ашота за что? Ну, Ашот, я могу без него обойтись. То есть Ашота во многом... О, суд грешников. Отправиться на погребальный... Суд грешников. Суд грешников. Сёстры рассказали о долгом пути, которому... Которому можно до него добраться. В погребальном острове есть путь через руины древней Энгвитанской тюрьмы. Брейд и Аман. Маршрут опасный, возможно, самый быстрый способ попасть. Дорвелл, привет. До свидания, я буду осматриваться лучше. Это выглядит, как Теоса. Кого-то встречаем сразу. Ой, стоп. Чатик, говорят, шире сделать. Наоборот, ужин, наверное. Помнишь, когда мы были детьми, миссионеры пришли к нам рассказывать о богах? Они сказали, что мы можем увидеть их среди звезд. И однажды ночью мы украдкой выбрались из дома и забрались на сторожевую башню у старой крепости, потому что думали, что там лучше сможем их разглядеть. Эта крепость сгорела несколько лет назад, когда мы изгнали миссионеров этим миссионерам и подожгли ее. Они не хотели, чтобы мы смогли ее использовать. Как жаль, с этой крепостью много чего было связано. Я скучаю по этим. По временам. По тем временам. Это было восхитительное время. У нас было столько надежды и стремлений. Она смотрит на вас. Это твой дом в такой же степени, как и мой. Ты о нем беспокоишься? Наше пребывание здесь подвергает крейтам риску. Я даже не в курсе. Я беспокоюсь о тебе. Тебе больше нужно беспокоиться о себе. Половина стражей по ночам замышляет твое убийство. Я сделал много ошибок с тех пор, как это началось. Для меня большое облегчение узнать, что ты не входишь в их число. Хорошо, что мы тебя не повесили. Действительно, неплохо. И она смотрит в сторону. Я всегда знала, что у этого пути будут последствия, но никогда не хотела, чтобы крейтам пострадал из-за меня. Я не думаю, что смогу оставаться здесь дальше. Мне сказали, что инквизиция собирает армию, что они отправили послок, чтобы торговаться с правителями далеких земель. Крейтам не сможет выдержать осаду. Если грядет война, мне нужно делать то, что делает Таос. Мне понадобятся союзники. Союзники и крепость, которая сможет противостоять вторжению армии. Вы чувствуете, что столова возникли у вас еще давно, и теперь поднимаются по вашему горлу, как ядовитая черная желчь. Ты думала об Осинусе? Осинус. Осинус. Они сдержали многих пропадающих, и их король не испытывает любви к вере инквизиции. Может быть, он меня выслушает? Мне пытаются дать сюжетам, но я его отталкиваю как могу. Оп. Оп. Куайет. Кто такой? Друид. Воу-воу-воу, ребята, что такое? Хотя, опять же, судя по характеристикам, у них тут не все так хорошо. Можем поэкспериментировать с заклинаниями, например, полиджину вообще вперед куда-нибудь закрутить, завертеть. Мне же нужно, чтобы... Хотя, там все... Да, давай вот так. Давай так, пока сделаем нашу замечательную... Тюремя. Стойк, давай уже лучом жарь. Защитная паутина разумов, пожинающие ножи. Давайте попробуем пожинающие ножи. А, вот так. Еще разок. Душу, чтобы создать клинки из чистой, которые... Клинки наносят... Ага. А, может быть, они на дэмэдж-дилер должны кидаться? В этом тогда есть смысл вообще. Хороший смысл. Это типа как стена огня, только не огня, а... О, там паралич, штон-курс. То есть, рандомно... Рандомно. Так, а у тебя клинки, да? Да, пожинающие ножны. То есть, она сейчас будет стрелять. И четверть... И треть урона будет капать бобру. Если я правильно понимаю. Убительный ветер. По-своему, правда, только попадает. Так, ладно, хорошо. У тебя олень. Не, давай торнадо. Уааа, по-своему тоже попадать будет. Рано торнадо. Эк, контроля добавим. Стойк, кастует. Что происходит вообще? Че так много народу-то? Откуда это все? Страх. Все, надо последить, как... О, 60. Видите, средоточение капнуло. Хотя бобер перезаряжается сейчас. Все, понятно. Мы сможем сейчас, благодаря этой обилке... И это 40 секунд. Господи, основному дэмэдж дилеру, который... Аааа, и как раз лука, быстрая атака. Вообще класс. Работает ли это на заклинание? Если это будет работать... Не, 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 вряд ли. Это жим будет. Ну, представьте, мы делаем клинки. Ну, типа клинки. Она же все равно из лука стреляет. Магу, который закидывает АОЕшки. Ну, или друиду, который АОЕшки закидывает. Меня же разорвет от сосредоточения. Ладно, надо проверить в любом случае. Так, сбиваем там бобром с ног. Оглушение, к сожалению, получаем. Это ничего. Ничего. Тут накидываем. А куда накидывать? Там трупы уже одни. Защита от страха пришла. Восстановим выносливость. Да, реально. Бобер вот только сейчас стрелять будет, а там ему еще сосредоточение восстановило. А вот это сейчас он выстрелил, да. 83, при том, что только что за 60. Короче, такая имба. А сколько действовать еще будет, подруга? 36 секунд. Ой, блин. Это первая обилка, с которой надо начинать теперь бой. Первая. То есть ты стреляешь, попадаешь, и все сосредоточение скидываешь на дьявола из корока. Все. И она там пиу-пиу начинает накидывать. Вон она, 98. Да. 116. Господи! Меня и так разрывает от средоточения. А, она в мели? А, она в мели? У нее буквально клинки заменились. Это хуже. А-а-а-а-а-а-а. Это хуже. Может по лиджине тогда давать. Потому что дьявол из корока у меня не предназначен для таких вот лягушек. Ну хотя, на самом деле, может быть и стоит ее так оставить Потому что дьявол на себя, как правило, берет А там Точно, 116, с ума сойти Да, она в мили Она в мили, и маги, соответственно, тоже в мили будут Чувствуете, какая тема имбовая собралась? Просто тогда может дьявола из корока перекачать с лука Хотя универсальность у нее тогда уйдет О, привет Пока нет Много, много мне Мне приходило несколько предложений О прохождении этой игры в разное время Предложениями не коммерческих, естественно, я не про это Про то, что стоит перепройти Но Я после пилорсов точно должен сменить жанр буду Потому что Играть в похожую Уникальный сразу меч Последний клинок белой кузни Одноручный клинок 14,21 Скорость стаки плюс 20% Ну так себе Хорошо, что он уникальный Мы его поздравляем с этим Сколько проходов Самых разнообразных О, пугры Вот пугры Это Фомби Поддержал ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Нокс Пойдем в Нокс кооперативно Пека Что-то Я в Нокс, во-первых, не играл Но помню, что это довольно старенькая вроде игра А почему не играл, не помню Надо посмотреть Надо посмотреть Пека Главное, пеку не забыл Бобер попадает И сразу на 80 клинки Ну да и полиджини Все Ой, там пошли эти Насекомые Блин Так не хочется мне Выносливо сейчас терять Вы бы знали Вы бы знали Как не хочется ее терять Бобера, что ты не касаешься А, далеко Просто там рейндж Такой, что Я понял 14-20 Маловато урона будет Вообще-то Милишные роги Было бы вообще хорошо Штрельно перекачать На милирогу ее Знаю Ё-моё, что это такое Вы проходите через проем В подземный туннель Вверх уходит винтовая лестница Ведущая к темному проходу На верхнем уровне Свет пробивается Через обрушенный потолок Путь вперед Заграживает стена Из камней И булыжников Восприятие 17 Изучить кучу булыжников От вашего наблюдательного Взгляда Не скрывается Что масса Выглядит опасно Неустойчивой Похоже Камни держатся Вместе По чистой случайности Если убрать Хотя бы один камень То все остальные Обрушатся Расшатать Расчистить Какая разница между Расчистить и Расшатать Камни тяжелые Похоже Тесно придавлены К друг другу Сам Сила 19 Вы хватаете Большой камень И начинаете Его расшатывать Из щелей Между камнями Вытекает грязь Вам удается Сдвинуть булыжник Он выкатывается С низким гулом Начинают выпадать Другие камни И обломки Массивная куча Трещит и гремит Угрожая обрушить На вас Тысячи фунтов камня У меня ловкость Я же Когда обломки Начинают осыпаться Вы Опять дьявол из корока У нее вообще Никакой Никакой атлетики Но дьявол из корока Не успевает пройти И исчезает Дьявол из корока Появляется из облака пыли Сгорбившись И держась за хрупкие ребра Она робот Какие ребра В конце туннеля Появляется свет Становясь все ярче При вашем приближении Вскоре проход заканчивается И вы оказываетесь Высоко На утесе Погребального острова Слышу я плач с ингула А вот они О привал Скорость перемещения Плюс 3 Может мы кстати Нашему товарищу Который бегать любит Так И я против духа Все таки сделаю Здесь бабчик Ну их много И в прошлой битве Были духи Заклинание заодно Восстановим Че дровам пропадать Правда ведь Так А что тебе за сапоги А ты вообще без Минус дьявол Да Здравствуйте Так А может я А у стойка Что с точностью У нее что Неплохо Все с точностью Давайте попробую Нет Стойка же постоянно Кастует Мне же нужно Кастовать Эту штуку На человека Который ничего Не делает полезного Кроме как атакует Вот я и буду Это делать Ты подходи Так Ты жги Ой точно Узри мученика Жище есть А уешка Пошла так Стоик подошел Зачем-то вперед Но кстати Он может тут Пожечь Барсаков Жжет А шот Тратить Да В любом случае Надо сначала Бесплатные потратить Вот так вот Их в кучку Свести Так Страх пошел Может не стоит Эту тему Надо проверить Может олени проверим Вызывай олени Стойка А почему ты атакуешь Скажи мне друг Так Там Крутится Вертится Поставлю Есть туда Стенку Потому что Могу И хочу Прорывается Один призрак Ну это ладно Ой Паралич Ой Я забыл Что паралич Господи Тут же Жесть Точно Давай Самонить Да Дьяволу Конечно Клинки дал На 46 секунд Блин Но Паралич Какое-то время 8 секунд А стой Когда придет Себя 8 секунд Ух У нас По сути Двое Осталось Сейчас мы Насамоним Глядишь Кого Настойка Скорее всего Буфница Да Вызывает Рядышком Бобер Сейчас вызовет Тоже Человека Есть Это не человек Это Человечище Во-первых Едкая перчатка Может по АУЕ Пройти Хорошо Плюс она Своих Не Не бьет Вот Вот так Вот делаем Едкую перчатку Раз Бобер Освободившийся Может вызвать Точность Хреновая Ну потому что На нас все еще Страх И ни одного Бафа Вот в чем Проблема Буду стрелять По 80% Олень Вернулся Херавиас Извините Меня за Французский А у него Есть защит Нет У него Таких защит Нет Но он Лучше Ему надо было Не оленя Пилить А Делать А делать А и Аллот Еще пришел В себя Ну пусть он Докастовывает Конечно же Стенка пошла Отошотом Я бы контроля Добавил Вот этой вот Сферкой Пусть она Подскакивает Глядишь Парализует Кого Где лесной Лень Ой Стойка Вернулся Ну слава богу Второе Дыхание Бобер Попал Хорошо Но На самом деле Маловато Бобер Попал Ему Наверное Лучше Лучше Страх Страх Убрать Михаил Вот Серьезно Лучше Убрать Страх Дьявол Из Корока Сейчас Будет Навешивать Средоточение Давать Олень Сразу Взрываешься Олень Давайте Страх Снимать Снимаем Страх Да Да Ой Забыл я Про этого Самона А почему Ты не Скастовал Друг Я же Там Ай Дьявол Дьявол Гуфается А Они Взрываются Блин Забыл Что они Взрываются После После Того Как Парализованная Сингул Это шара Отскакивает Хорошо И можно Сейчас Наверное Еще Добавить А у Ешечки Дьявол Скорока Падает А у У тебя Нет Страх Да Я Снял Страх Почему Я Подумал Что У У меня Страх Потому Что Ты Не Очень Резурект Дьявол Заодно Повышаем А между Тем Врагов Не Осталось Да Легко В общем Даже С учетом Того Что Начало Было Такое Хреновое Что Четыре В Проличе Стояли Некоторое Время Что там У У Не стоимость Рядом С оленем Он горит Олень Взрывайся Олень Мне нравится Собираем Ингредиенты Разные Самые Кстати Наверное Стоит Провести Ревизию И попробовать Покрафтить Что нибудь У нас Белая Кузня Два Два Ингредиента Есть Два Слитка Дьявол Вмели Дьявол Вмели Потому Что У Бобра Есть Обилка Которая Делает Дьявола Еще Более Полезным Ой Тут Мученики Кто Такие Ну Это Ж Несерьезно Ребят Но Числом Берут Может Быть Сразу Защитимся От Пролича У 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 Это Сделать Я Считаю Это Отличный План Дальше Кастуем Надо пользоваться Бесплатными Вещами Я Закрепил Все Ходовые Заклинания У Себя Ну Что Олень Или Вот Так Вот Давайте Проверим Торнадо И Так Это Что С Домиером Дезориентированно Дьяволу Искороком Надо Подойти К Бобру Ужас Пошел Что же На первом Левеле Это Ужас Не Раньше Блотя Чащик Ставал Ужас Что Это Ты Сделал Чистый Урон Услабление А Давай Не Вижу Нифига Что Происходит Но Вроде У всех Есть Задача Дьявол Искорока Пошла Нарезать Стоик Делает Кстати Зря Ты Да Он Только Что Скастовал Хорошо Пролич Сработал Каким Макаром Учитывая Защиту От Пролича А На Нее Не Попала Молитва Неподвижности Ясненько 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 Хорошо Бобер Стреляет Так У него Вычета По урону Нет Я бы Другую Пушку Взял Ну Где Торнадо Пошел Торнадо Ой Нашего Танка Поднимает Воздух Бобер Тоже Попадает Всем Дробящий Урон 99 61 Неплохо Залетело Весьма Неплохо Немножко Контроля На этих Упырей Здесь Нужно Второе Дыхание Тут Нужно Защита От Страха Готово Ранение Легкое Ранение В общем Ты не Горишь Подруга Так Сейчас Бобер Скастует Вот этих Вот мы Есть Сбиваем С ног Наверное Лучше Сингул Сбитых С ног Убивать Полежина Все Никак Загореться Не Все Наконец Наконец Так Ты Второе Дыхание Юзнул Молодец Нужно Что-то Что Опять же Давай Так Вот грозу Потому что Вокруг Много Врагов А Торнадо Еще Гуляет При этом Отталкиваясь От стенок В закрытых Помещениях Надо Поэкспериментировать С ним Главное Чтобы до себя Не дошел Этот Торнадо Все Молнии Пошли Бобер Попадает Соточка Средоточения Можно Попробовать Опрокинуть Пацанов Здесь Поближе Потому что Дальше Остался Только большой Скрытень Который Тоже Сбит С ног При смерти При смерти Изейши Dream Team Что это такое? А, это ты горишь Успокойся Там блуждающий огонек Почему-то Что за бак Типа Изблуждающий огонек Который жив Сейчас полюджини Станет получше Я не могу Лута Я вообще Ничего не могу Делать Пока Этот блуждающий Блуждающий Огонек А вы Откуда? Что за баги А? Это Сохранюсь А, ну конечно Я думаю Надо переходить Другую локацию А там новый пак Вообще Класс Я попробую Через закрытый проход Пройти Потому что Произойдет Некий сброс Я надеюсь Что произойдет сброс Если меня пустят Конечно В этот проход Мне вообще Наверх Нужно Наверное Раз Два Тридцать Нет Я тут Не могу Ничего Сделаться А Кстати Ауешки Можно зарядить Реально Просто Не хочется Его оставлять Потому что Я буду На этой карте Всегда В состоянии Войны Не смогу Например Привал Не смогу Лутать Мне нужно Его как-то Нейтрализовать Дальше С ауешками Попробуем Зарядить Блуждающий Огонек Ну Во первых Проверкой Так вот Сделаем Раз Ничего не заходит Я что-нибудь Более Ауешным Возможно У него Резисты К огню Что Маловероятно Учитываем Скотина Что делать Внизу Еще один Пак Давайте Пойду Наверх Воронкой Вытянуть Да ладно Там же Откуда Самое главное Вытянуть В этом Сложность Непонятно Где он А 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 Самону Призывай Ну мы Тоже Сагрили Нет Нет Поломал Поломал А 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 Верх Верх Может Закинул Кстати Да Его Реально Могло Как-то Как-то Далеко Ну хотя Тогда Должно Должно Заканчиваться Сражение А Ты признаешь справедливость выразить против себя обвинений в гереси? Он ждет, но Иовара только смотрит прямо перед собой с каменным выражением лица. Единственным звуком остается скрип ее креплений. Ты признаешься в отступничестве? Я признаюсь, что отреклась от ошибки. Она открывает рот, чтобы что-то сказать. Между губами натягиваются тонкие нити слюны, похожие на паутину. Ты признаешься, что вступила в сговор против единой истинной веры? Ох уж эти фанатики. Я признаюсь, что раскрывала другим глаза. Ты признаешься в лжепророчестве? Я признаюсь, что следовала за лжепророком. Таус, делай паузу через глаза. Да-да, и где мы могли бы найти этого еретика? Он носит одеяние великого инквизитора. Таус сжимает губы. У тебя нет тут последователей, еретик. Здесь, в суде грешников, твоя ложь не властна. Кажется, что Иовара смотрит прямо на вас. Значит, только моя истина. Таус скивает инквизитору в рукоятки. Еще поворот! У меня лучше получается. Нет! Стойте! Я готова! Я готова! Все, сломали? Таус делает знак инквизитору, чтобы тот подождал. Ты готова сделать признание? Обычно после такого троллят, повторно. Я готова услышать его от тебя. Хватая его ртом в воздух, собирая немногие оставшиеся силы, что произнести. Таус скачает головой, указывает на инквизитора и царапающий, скрежет проржавейших шестерен. Эхом раздается в вашем разуме, когда видение постепенно исчезает. О! Не, во время боя опять. Да что ж ты будешь делать? Я не могу не в яму сигануть. Может, автосейв сработал. Я в бою все еще. Что делать? Сделай сейв по лозы, как я вам зайдешь, уже не выйдешь. А то вторую часть аддона не пройдешь. Сейв лод. Не могу я сделать сейв, я в бою. Написано же, нельзя сохранить его, находясь в бою. А что, может, имеет смысл в Вайт Марш пойти сейчас, да? Ну, чтобы... Если это последняя такая линейка, после которой ничего не остается, туда надо уходить. Блин, этот огонек... Огонек... Бесячий. Так, как я могу его? Давай еще разок торнадо. Ага, у тебя торнадо нет. Не заканчивается бой. Может, попробовать с тем поговорить. Даже музыка не начинается, типа, о том, что бой стартует новый. Да-а-а-а... Да-а-а-а... сейчас попробую поговорить с этим а он тоже в боевой стойке так автосейва точно нет более это быстро они же это уже все да по сути автосохранение на старте мое быстрое сохранение самое актуальное еще не пойду на этих левых упырей сражение и сразу наверх если выйти из локации я не могу выйти из локации то остров я могу чтобы меня отсюда увезли я подошел к лодочнику он на стрёме в боевой позиции с ним не поговорить ладно давайте проведем этот бой помни о том что здесь парализация работает и и страх кстати еще не стоит об этом забывать так бобер уже раскочегарился гори стойк давай сразу делай подожди со защиту от страха же защиту от страха стойк не надо придумывать ничего больше а здесь кстати можно за торнадо вообще не хочется давай оленя олень замечательно зайдет он взорвется ужас есть я вижу что есть ужас все дьявол пошел работаем работаем там подстанили слегансами ну как у бобра все-таки восстанавливается выносливость 44 он пока перезаряжается 82 здравствуйте так вот так а где олень олень стан стан я не могу сделать оленя пока нахожусь под станом боберок чё ты сюда пришел то ты же должен был взрывать ё-моё ну ребята давайте аккуратнее там же там же убивают людей вот второй дыхание давай здесь и не надо никаких парализаторов просто а у ешь продолжай раз да и здесь же здесь же сейчас я попробую убедиться в том что и надо записываться чаще хотя бы из-за того что есть вот такие баги если с ними надо что-то делать так это мы все видели вот теперь можно перейти туда вниз мне должны по идее предупредить типа назад вы уже не вернетесь это дно назад дороги нет в тени статуевые дикие видно огромная яма и одна не не достигает ни один луч света с поверхности несмотря на это вы улавливаете дрожание призрачного священия свечение на глубине вы отшатываетесь от порыва ветра идущего из ямы он не холодный но от него кожа на руках покрывается мурашками ветер доносит шепот низкий свистящий когда вы смотрите в яму души собираются вокруг вас они заключают вас в облако сущности которая водоворотом кружит вокруг вашего тела пока вы не вы обдумаете свой следующий шаг так я прошу совета точнее информации это действительно назад дороги не будет если я прыгну в яму то есть если нет то я конечно пойду в white марш во второй в этот адончик чтобы там и хай-левел контент да говорят да тогда не время для не время для финального финальные темы ух классно я прям рад что мы продвигаемся вперед спустились полутали путь в один конец после ямы только главный меню но слава богу что я готов вернуться волцом блин час white марш 2 хочу уже конец почти нет еще не конец но как бы 20 часть трансляции должны намекать о том что прогресса должен быть каким-то ой я еще в нонфру в нонфросте не был 7 ивентов каких то вы что с ума сошли ох а а у толковых людей нет пас откуда столько ивентов то точно наемников нет лучше чем нет так белый переход давайте в стал вар для начала вернемся что там стал варте творится и надо вообще было достать журнал и посмотреть что у меня записано по white марш второму так белый переход забытая армия белая кузня была восстановлена благодаря вашим усилиям белом переходе поискать информацию об армии в стал варте в моем сне армия прибыла со стороны белого перехода возле стал варта возможно местные жители что-то не знают опа и сразу мне встречают пока мы ждем враг становится сильнее а ты хочешь отправить еще кого-нибудь из вас на поверхность но я не собираюсь ничего делать а вы ты так и достойным достаточно на делай у дермин вы приезжают приближаетесь к источнику шума видите большую группу жителей деревни они спорят между собой и осыпают вопросами и требованиями требованиями одинокую фигуру которая возвышается над ними молодой мужчина стоит на каменистом выступе подняв над собой сжатый кулак от его растрепанных волос и покрасневшего лица исходит пар мужчина громко обращается к собравшимся дэриан уже неделя прошла с тех пор как наши люди вышли за эти ворота неделя с тех пор как железные цепы их забрали он с горящими глазами расхаживает по выступу вы замечаете что некоторые из присутствующих согласно кивают да да но мы ждем здесь за своими крепкими новыми стенами прячемся в своих отстроенных домах мы ничего не делаем он с громким хлопком опускает кулак на ладонь толпа взрывается ощетинившись поднятыми кулаками и острыми словами одна женщина выходит вперед она не сводит взгляд с молодого мужчины кто ты такой чтобы этому нас учить тебя тут не было до места назад кто-то в толпе начинает рычать и улюлюкать и вы чувствуете в толпе движения толпа кстати состоит ним не много не мало из шести человек похоже на растающую волну и с тех пор как я здесь оказался я работал плечом к плечу со всеми вами не нужно снова про это часть собра собравшихся согласно кивает но они вздрагивают и отступают когда еще один житель деревни вступает в дискуссию называется дискуссия оказывается осуждающий показывая пальцем на молодого оратора но это же ты придумал отправить наших в этот треклятый форт если бы не ты и другие пиявки которые с тобой пришли мы бы не попали в такую передрягу новый обвинитель поднимает хор яростных криков дэриан поднимает руки призывая к спокойствию но гнев толпы нарастает словно снежный ком стойте дюжина голов какая дюжина пол дюжины от силы поворачивается в вашем направлении жители деревни узнают вас и взгляды наполняются благоговением и надеждой расслабьтесь я решил помочь значит ты знаешь из железных цепах ты их остановишь другие жители деревни перешептываются и щелкают языками с надеждой которая все еще разбавлена страхами объявилась объявились через несколько недель после того как ты открыл арсенал потребовали отдать им белую кузню он избегает вашего взгляда говоря ботинком камень да их возглавляет а дарик сендамир он родом из старого рыцарского семейства на поле слухи что мужик наполовину обезумел от видений говорит что следует одному из таких следуя одному из таких он и пришел сюда забрать белую козню нормально они тут не единственные кровопейцы жители деревни гневно смотрят вверх на дэриана но большинство его товарищей уже не обращает на него внимание дэриан повышает голос чтобы заглушить гомон наша команда в арсенале заперла двери и сказала железным цепам чтобы они убирались обратно в рецарас а вместо этого они построили форт посреди леса в общем мы отправили к ним переговорщику попробовать договориться но прошла уже неделя они до сих пор не вернулись в толпе пробегает глухой ропот дэриан на мгновение замолкает в нерешимости косарик экспы пришел это может знать значит только одно он кривится когда испуганная спорящая толпа снова его заглушает он правь нужно защитить то что принадлежит вам по праву белокузне не стоит ваших жизней уступите пожать плечами возмущенные жители деревни кричат еще громче чем до этого может мы можем их немного раззадорить чтобы они сожгли свою деревню ах ты какая блин дьявол искороком ну для тех кто не смотрел там предыдущей части у нее семья умерла как раз из-за тех людей которые сожгли спрашивала все последовавшие хрупкой тишине остальные поворачивать смотрит на дэрина независимо от наших различий нужно разделаться с армии у наших ворот он снова смотрит на вас вообще такой агитатор нам нужно разделаться с армию наших ворот и взгляд стал ворота уже многим тебе обязан повелить я не верну многие из нас тут только благодаря тебе и верно и верно он замолкает с таким видом словно хотел бы запихнуть свои слова обратно в рот после неловкой паузы он сглатывает и продолжает мне не сказать что если кто-то и может разделаться с целой армии тут и ты ох да я такой просто покажи мне где этот форт железной цепи вырубили участок леса на севере от арсенала дургана построили там свой форт он будет хорошо охраняться что если ты сможешь просто попасть внутрь не подняв тревоги ты упростишь себе задачу стелс это мой конек важно разделаться с командиром если избавиться от него остальные солдаты разбегутся мне кажется я видел сон про эту армию а что ты именно видел он смотрит на вас широко раскрытыми удивленными глазами по толпе пробегает шепот солгать вы собрались силами защищали свое селение забудьте мне пора конечно мы просто рады что сон привел тебя обратно главное мы разобрались кто займется нужным нам делом как вообще такой эффективный менеджер котел я знаком с такими некоторыми товарищами ладно у накидывает толпу решительным взглядом ворча собравшись начинают расходиться раз уж ты собрался в тех краях загляни в арсенал венгра и ее команда все еще чинить тяжелые пушки но хорошо продвинулись и в другие дела кстати про пушки у нас там квест думал тебе может быть интересно посмотреть как далеко они зашли хотел кое-что спросить это все и сегодня мне снилось что ты мне отдашь 10к да давайте посмотрим может новые вещи это правда я видела свечение исходящее от арсенала ты действительно и его открыл конечно покажи что продаешь нет старенькие темы старенькие я поскидываю поскидываю вещь которые не очень нужны что-то встаешь что-то не встаешь у меня нет проблем с деньгами мне продавать вещи которые в инвентаре проку немного но будет вместо 100 тысяч там 130 от этого практически ничего не изменится изи 20 опа ладно я у него собираю темы для крафта скупая все что не только есть да можно кстати авантюристы перекачать действительно классная штука потому что авантюрист абсолютно преображается в ду надо его в дуалистом выкачать он тогда мне столько сосредоточенности бобру будет подносить прям ух ух о это что-то новое энгрим улыбается приветственно кивает вам ага ты тот кто зажег пламя белой кузни мы перед тобой в большом долгу за усердие веру который ты сюда вернул добро пожаловать в храм абиддона что делаешь я руковожу этим храмом направляю околитов как в мирских так и в духовных делах он указывает на кузню и наковальни те кто поклоняются другим богам молятся или медитируют мы абиддонианцы не повезло вам с до поклоняемся своему богу через кузнечное дело раньше это был храм ондры тогда когда это место было умирающим забытым но жрицы которые за ним ухаживали ушли по обычаю своей богини народу который с тех пор заполонил сталвард нужно более практичное божество разумно так околит маска кто-то ты так начинаешь меня раздражать она носит длинные звонкие удар кузнечным молотом по заготовке клинка да ты будешь выпрямляться спокойнее маска старший жрец неодобрительно смотрит на нее простите мастер просто вырвалась а делать глубокий вдох и медленно вдыхает что не так с мечом все даже не знаешь чего начать она указывает на быстро остывающую железную болванку на наковальне например как я не стараюсь не могу придать металлу нужную форму мастер энгрим говорит что нужно представить себе меч вот я и представляю его изо всех сил но в конце получается дубина если повезет то балова но никак не меч женщина кузнец это если я скоро не научусь нормально ковать меня выгонят из храма чтобы стать жрецом надо сначала стать нормальным кузнецом но вот может ты мне поможешь руки выпрямлять надо тебе продолжает я тут вычитала кое-что в книгах мастера энгрима там описан ритуал кузнечный молот можно зачаровать таким образом чтобы повысить свои кузнечные навыки такое преимущество мне бы не помешало я уже выполнила первую часть ритуала сделала молот к сожалению для следующих двух этапов нужно добраться до дирвуда а мастер энгрим меня в ближайшее время туда точно не пустят а раньше зави это этично общаковать с помощью волшебного молота я не перед кем не пытаюсь рисоваться просто хочу выглядеть способный женская логика капец не хочу рисоваться но хочу выглядеть не хочу рисоваться но хочу выглядеть не люблю шопиться но купила бы эту эти туфельки ну то есть выиграть время пока я действительно учусь мастерством до свидания короче не буду я даже этот квест брать да мне можно сходить дирву да я могу и помочь но стоят два нормальных мужика мастера ни у кого вопросов не возникает это тяп-ляп никак меч сделать не может и главное хочет пообузе через через магию вот это да это же ты ты открыл арсенал гномиха смотрится на вас с восхищением она держит руках большую прямоугольную коробку покрытую странным циферблатами цифрами ты не можешь представить как много это для нас значит тех кто изучает гномов арсенала мне нужно будет организовать еще одну экспедицию ну если у меня будет что показать по результатам 1 на хмурится опускает взгляд на прибор своих руках который издает тонкий свист что ты ищешь пытаюсь воссоздать приборы которые впервые привели гномов парк груна к этой горе это мой новейший прототип вот это нормальный человек вот 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 как бы хоть что-то получается столетия назад гномы используя такие же приборы нашли то место что сейчас называется арсеналом если смогу воссоздать их работу то возможно смогу находить залежи люды в других местах общественно полезное дело думает о будущем молодец молодец помогу я надеялась проверить его но мое прибытие было отложено из-за слухов нападения огров с тех пор мне не удалось найти никого к тобой кто был бы готов отправиться горе мог бы в горе честно было бы замечательно только нужно немного настроить прибор на ее руки быстро двигаются над коробкой регулируя ручкой и шкалой он должен привести тебя к металлическим месторождение металлическим месторождением мы знаем что арсенал стоит на богатых залежек но я надеялась получить показания с окружающих ее горных склонов она так быстро говорит если ты найдешь руду по показаниям привезнешь мне образец я смогу из ее помощью улучшить прибор заранее огромное спасибо она передает вам коробка не наводи на меня эту штуковину говорит дьявол из короком хорошо вот подобного рода игр играх огромное количество квестов и у тебя есть определенная свобода то выполнять или не выполнять или каким образом именно выполнять тот или иной квест кстати и это здорово крестьяне рыбачат у них тут реально жизнь наладилась прибор это компас ну да наверное да так люк голдер я не забуду что ты сделал для меня а гринды кто такой на идее белую кузню ты совершил хорошее дело такого вчера от нас ушел один рыбак меня свидания там дальше кто стоит приказчик и лени я видел ты уже писал про стойка и аллота если бы я хотел прочитать диалоги и их прочитал бы у персов 16 левом не щас 15 ну 12 если вы не покупаете аддоны white марш это собственно первое второе дону так что один уровень не от от деляет от капа о ассай перед вами стоит гномих от крепкого телосложения одной рукой она схватила за голову другой держит несколько бумажных листов поступило уже три жалобы о появлении блайт of белокаменной лощине так а это кто последователь не магран отлично еще одна группа религиозных фанатиков к впечатление что они уже прямо снега выскакивают она поднимает взгляд на вас ох извините повелитель огня просто немного задумалась кто такие последовательные магран судя по всему бандиты конокрады женщина рой двиз проблема в том что их маленькая шейка постоянно растет они уже начали нападать на мир мелкие деревни палящие водопады и блайты и блайты это два заказа по сути мы взяли награда за голову не обязательно конечно же к исполнению но это все находится неподалеку и можно у этот даже дом восстановили помните тот который мы из пожара не спасли женщину когда ты молчишь о том что прочитал сообщение так я об этом говорил уже до этого а тут у них магазинчик лавочник одет чуть лучше других жителей стал ворота хоть и не так тепло его волосы тщательно причёсанная румян а румяных щек похоже горные ветра практически не касались добро пожаловать милости просим у меня есть оружие доспехи и все это наилучшего качество или может тебя заинтересует деле ухты как положительное 3 всегда приятно встретить приличного собеседника в этих краях так двойное жало арбалет ох уникальный чистый урон круто связь персонажем еще уж пока не поздно мы возьмем и стойку прокачаем под арбалет этим по крайней мере он может хотя нет арбалет кто с там под арбалет из свободных свободных нет у него очень хорошие характеристики антирис тренджа сайфер да он не вяжется со стойком надо либо главному герою но мне там по пистолетам своя война можно перекачать авантюриста ей накинуть арбалет и заменить лук там такой лук такой арбалет я в любом случае уберу плач тяжелого 4 штраф скорости злобные тернии это высоколавельные заклинания там 4 что ли нет опа шлем уникальный решительность плюс 3 я не помню что решительность кроме концентрации дает так священник количество заклинаний еще одна печать беру кольцом шлем атлетика двоечка сил он это для волшебника особо ему не нужно плащ защиты такой есть получаемое лечение еще один шлем слабенький неплохо у него тут все да это вообще продавец топовый ладно раз все нормально пацаны все нормально ну 40 к просто как с куста так арбалет я хочу посмотреть на его на его на его у меня точно только арбалетов нет в любимая ружья бандит пистолет нюшки тонну дубина стилет сабля ну и что может заменим сушки у него точность выше чем пистолище даже не в грижном состоянии я оставлю вот этот пистоль для ну для дробящего как ну если защита не такая высокая от колющего урона завяжу душу убить трех врагов сильными душами не игровые персонажи помечены золотыми табличками в имени или убить 15 врагов трех врагов сильными душами не игровые персонажи золотые таблички имя это типа вот которые которые донатеры что ли саппортеры пиры в городе находится сильные душ странная такая чипка да нифига себе сейчас мирных будем убивать но их надо сначала найти обычно и довольно много в привал отлично надо по всем домам старым пройтись потому что видите дом был сожжен а тут хопа и магазин топовый трех человек надо как-то хитро это сделать мне должны простить так это старый дом мне кажется ты всех уже убил нет я их вообще не трогал тех с табличками класс если что можем бобру на 15 просто взять арбалеты хотя учитывая возросшую точность плюс это же оружие еще будет тапаться то есть там три лавы лапы у него будет точно с любом случае возрастет а точность для бобра это так у тебя как там по квестам ох привет слышал что смогу найти тебя здесь коренастный краснолицый мужчина приветствую вас приятный немного смущенной улыбкой приятно познакомиться я местный начальник дружины не видел тебя во время нападения огров понимаешь я охранял привал грейва кто-то должен был позаботиться чтобы огра не сожгли его как дом кейде очень ее жаль я хотел пересечь с собой прежде чем бежишь в дикие земли дело в том что там разгуливают какие опасные ребят которых нужно поостеречься в районе обзорных водопадов найти жемчужину давай нашел ее чтобы чтобы кто-то пошел туда и забрал обзорные водопады горячие источники горячие источники опа я же ее нашел вот это вылупилась это я с ним не говорил просто прошлый раз вот лагуфет маленькость что высовываю голову из вашей сумки смотрит на тилдера выпуклым выпуклыми голубыми глазами несколько секунд он застывает раскрытой челюсть не в силах издать ни одного звука я никогда не видел такого маленького но малыш кажется совсем ручным почесывает голову а давай я у тебя его куплю пройдящих артистов которые тут иногда бывает и может заинтересовать нет я ставлю себе 6 к экспы господи а я думал что я помню это опасное место где этих лабутенов было огромное количество это довернулся после привала специально разуплотнила единственное что нашел тп там все но я его не отдам из чего он будет еще торговцам пусть со мной будет так безопаснее опасные ребята хочу узнать больше радикалы ever кто возглавляет отлично заходим так сейчас таверну поспим переучим дьявола искорока под блин подмели и качать точно прям точно ну дуэлист он это жимба чертова до свидания да это просто награда за голову то есть там два заказа еще появилась максимальный левел легко добивается то есть учитывает количество квестов которые поскипал блин максимальный уровень тут получается очень быстро так у тебя что все хорошо да да получилось на самом деле ко мне всякие часто приходят говорят что открыли арсенал добрались не думал что у кого действительно получится я сказал ренненгильзе что готов помочь привести шаг ты в порядок благодаря тому основанию что ты заложил мы сможем изменить дела к лучшему отлично меняемся к лучшему пацаны пошли в борделе с камерет серый blowfish ты можешь кстати ставить музыку песню композицию в том числе на был на лабутенах и юрашка говорит очень быстро 20 трансляции все 15 левел ну это как как бери что ты кто такой я не помню такого я жил тут несколько десятилетий мы работали пили вместе никто пальцем пошевелить не хочет лицо покрыто красными пятнами вместе с всплеском эмоций на его слову из него словно что-то выходит на что случилось я совершил нечто ужасное не уверен что могу исправить мой сосед хадди мы не ладили в лучшие времена а этот земельный спор убей его проблема решена что нет в этом как раз моя проблема я прошлой ночью хвали хватил лишнего заговорил с незнакомцем рассказал про эту проблему с хадди он предложил разобраться я уже думал что он запугает разгонит его коз не знал что он из холодных ходоков безумец я был пьян потому что цевестин поговорит моего имени запугает и не будет его убивать значит и повезло так ладно повелитель огня хадди живет на востоке в белокаменной лощине поза пожалуйста поспеши на востоке белокаменная лощина это что-то новое ходим не белокаменный то я был стоп ходишь к нему приходил это не не тот который привал организовал так здесь мы ловкость силосложения плюс 2 привал мне нужна комната я хочу еще поторговать кстати с ним чтобы нужно можно хавчик у него купить нужны фрукты ничего у него нет и перекачиваем перекачиваем делал из корока так внимательно мы перекачиваем ее на дуалистом ох начинаем с обычных вещей обычная вещь а что у нее что за заклинание у бобра что за заклинание он кастует что за оружие конкретно ножи кинжал одноручная хорошо сейчас выбрал другое итак любимое оружие бандит скорее всего да нет крестьянин нет солдат что нет дворянин кинжал дворянин это раз механика 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 пом 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 побольше пассивок отклонение минус мне не устраивает она должна нормально стоять пассивочка обычные в криты механика еще еще обычные яростные сражения обычные в криты чистый урон неплохо и он кстати дракона убил чистым уроном в свое время контратаки отклонение промахиваются шанс это кстати хорошая вещь потому что если будет обилка бобра и часто будет срабатывать отклонение и соответственно промахи ну потому что там 125 защиты то будет ответный удар а можно безрассудное нападение это очень много это модалочка да модальных способностям несколько надо вообще модальные отложить на напоследок и выбирать только одну ключевую свою да давай пассивочку возьмем раз так атлетика и выживание вообще выживание нужно по крайней мере до шестерки довести мне не шестерки семерка восьмерка 9 мнение нет на каком-то получается двойка по по точности хотя у него проблем с точности не будет так значит дальше мы берем два оружия давить есть еще мадалочка урон голым по голову привет спасибо за 100 рублей и сообщает привет пришла мне точу к китайская клона пикса мучал свой нож для лесных походов часа 3 вывел кромку красивую в 30 градусов заточил до блеска режет как по маслу единственное что странно что сколько бы я не стачивал кромку на ней надпись остается майкер и ушел но отпас точи дальше два оружия скорость атаки с оружием двух рук 20 процентов выживание качаем здесь если мантюрист участвует в окружении цели же это станут также становится отвлеченным вот это непонятная посевочка для меня последний удар хорош конечно на его надо ручками 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 безрассудные беру нет это ж модальные подожди бери безрассудные еще выживание на единичку так можно взять дикую атаку точность меньше но у нее с точностью проблем не будет а урон больше соответственно средоточения на тоже будет больше давать сэйвим пока если мантюрист участвует в окружении цели а он часто будет стоять нашей паладиншей жертва также становится отвлеченный что что причем можно взять посевочку легкие становятся промахами или глубокие раны через сторону давайте проверим вдруг он будет тоже работать на этим еще выживание хотя бы единичку в отличку вкинуть так безрассудное нападение можно отклонение немножко но это фигня по сравнению бобер после скинет вторую обилку и у них будет отличное нападение так что можно не отклонение точнее урон состоянии скрытности невидимости нет 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 еще раз нет так из атакующих вычет урона утверждающие удары можно дать ему бонус по по урону на кого-то но наверное это не хорошая штука не очень полезная так ладно пассив очки пассив очки атакующие точно ничего это нет отравленный клинок атаку отравленным оружием постепенный чистый тоже может работать но может быть и нет научился окружать двумя юнитами да это конечно провал стоп а мне там пассивочка на классовая которая ладно возьми еще пять левелов бери отклоняющие нападение выживание кажется нужно восьмерка вот ловкое уклонение вам можно взять окружение нет беспощадная атака нет пассивка оценить позицию провести скрытую более эффективно если цель находится под двумя и более или последний удар добивание и давай легкого ловкое уклонение механику до десяточки чем дальше тем сложнее и так может быть по защитным пройтись у меня там пассивка вроде по реакции до стоп а клинки наносит какой урон чистый урон они наносит да то есть я не смогу повысить урон вспомогательными навыками по стихиям до хороший бегун можно взять хороший бегун что ей придется выходить из из боя и быстрее приближаться к противникам потому что да потому что бобер сначала кидает и да будет периодически обновлять тринадцатый левел тем временем утечка а там же будет хорошая тень типа упасть и притвориться мертвым последний удар берем дам механика 11 давайте сокрушительный удар об нем там два процента по недостающей выносливости насколько я помню и механику на макс здесь берем ложную смерть все вроде справились и по хорошему бы сейчас еще заменить лук на кинжалы но мне кажется ну по поставить по крайней мере вместо что это apple вот это вот apple до 1 этот не до конца зачаровал есть мне тут дагерок ойдрехард какой-то и наверняка наверняка в стэше есть саблеподобные вот есть уникальная сабля но рапира нужно вообще по-хорошему сабли сабли кинжал и кинжал возьмем потому что бонус по кинжальным не есть кинжал раз больше кинжалы есть кинжал еще один есть отлично кинжальчики это замечательно тем более из трех сейчас будет выбор окей так 15 22 точность постепенный урон превосходное качество вызываемые весной точность 100 просто 100 100 улука 88 кинжал 100 но урон не айс обычный становится критическими урон 14 20 а у этого 11 16 игнорируемый вычет выносливость огненный урон и меткость 2 88 103 будут кинжал но они будут заменяться на другое оружие это понятно ты смертельный удар плюс сток урона не взял да не взял что-то еще хотел есть сделать взять скорее всего надо еще шмотки пересмотреть в плане повышения дефолтных защит убрать у стойка например плащи плюс 9 на ручьи с меткости убрать на что пробивать будет сильно окей что у тебя есть механика ловкость убираешь плащи какой сток стойкость реакция чушь отклонение берем у нет есть устой у меня резервное отклонение вот девяточку отклонения раз у меня защиты слабенькие мне нужен плащ че лот без плаща без плаща без амулета не без мне нужен плащ который плюс 9 ко всему и он у меня же был не плюс 5 не плюс 5 плюс 9 урон в дальнем вычет уроном у меня были такие плащи вот мне кажется нет в продаже был плащ у прошлого торговца насколько я помню красненький такой бом-бом бом-бом-бом-бом давай сначала лоту что-нибудь подарим оденем давай отклонение от дальних атак его старый плащик вернем ну на танке я не хочу у меня был второй такой на танке понятно красный был еще один ладно сейчас у нас есть серия заказов но наверное их выполнять пока не стоит а я хочу я хочу бандерас раз забытая армия это основной квест да забытая армия с него начнем белая кузня была восстановлена благодаря вашим усилиям обследовать восточной части Сталварта построен форт находится в нем прямо в восточной части деревни в восточной части Сталварта построен форт может типа пройти на восток от Сталварта сюда вот что-то пока не понимаю ну точно не на север надо сюда сходить для начала до свидания нет перехода на правой нет а кстати на второй второй этаж таверны можно было действительно попробовать найти постояльцев и убить их становитесь мэром работы без забот без хлопот ага сейчас надо было оставаться в шахтах повелитель огня чем обязан визиту мы всегда рады тебя видят как насчет договориться одна группа торговцев из бухты хочет заключить торговое соглашение со Сталвартом в привале грейв остановилась их представительница Неста я старался не попадаться ни на глаза потому что у меня нет совершенно никакого опыта с договорами я шахтерный дипломат пойду поговорим благодарю как насчет дела до свидания ты же вроде в дирвуде в каком дирвуде сталвард ой хорошо сейчас поговорим с этой подругой зайдем на второй этаж попробуем три киллса сделать там по крайней мере двое стояло кажется там было два человека которых можно из арбалета застрелить да у меня понизится рейтинг здесь да так мне нужно какая-то там нести нести о вина не помню тебя до свидания тут новый лук что ли фрукты можно сделать блюдо а вот Неста мне прислал тарфос я пришел обсудить торговые договоры наконец я уже начал начала гадать не забыл ли тарфос про меня вообще сначала мне нужно попасть на рыбью ферму мои клиенты беспокоятся что может стать помехой его развитию встретимся у входа как тяжело встретиться возле рыбной фермы погоди погоди мне нужно мне нужно сначала посмотреть может апнешь до превосходного броню дьяволу и ашотику может быть а что голум забанил а за спам просто ясно голум правильно опа игроки собрались прочитаем душ на мгновение вы ошеломлены на плывом ощущении руки шарящие в районе пояса ваш собственный низкий смех в ушах ваше плечо прижато к шкафу и он дрожит каждый раз когда бертва наклоняется чтобы вас поцеловать вот воспоминание и спокойное удовольствие ничего в нем не связано с арсеналом что за игра нет спасибо странное место для игры шумит наверху до свидания да тут ловушечки есть я их в прошлый раз не смог вскрыть а этих тоже в прошлый раз и и Ты, наверное, тоже так думал. Что с тобой случилось? Арсенал — это те квесты, которые я не... Нашел товары. Это старые квесты, я их просто не сдал. Я спас мой душ. Надорванный свиток. Потеряли предмет, получили 500 монет. И 6К опыта просто. Это те квесты, которые в Вайт Марше первым я не сдал. То есть я что-то нашел, квестовываем. Пришел, закрыл квест на 6К. Все, здравствуйте. Как будто дракона убил. Там пошли разборки по поводу... О, хорошо. Можно в обзорные водопады сходить. Можно в белокаменную сходить. Или форт железных цепов. Это то, что мне нужно. Подождите, они... Восточная часть Сталворта. Форт. Да, наверное... Да, железные цепы. Почему восточный? Это... Нифига, этот... Это северо-запад получается. Не пойму. Как? Написано. Восточной части Сталворта. Построен форт. Или тут несколько фортов. Мистик. Ладно, пройдем. При использовании атакующих заклинаний с области воздействия отображаются две окружности. В области внутреннего заклинания будет действовать на всех. В области внешнего и только на противников. А-а-а! Так вот это что... Да я знал. Так. Прибыл Проситель. Вяз Близнецы. Косарик требует. Автоматически. Валера Эскорт. Сейчас... Нового вам наймем. Бродягу. Ты на карту не так смотришь. Тебе ее перевернули. Зеркально отразили. Это все за город ролей. Да. О, что такое? Стрелок железных цеп... Цепов. Цепов, наверное. Достаточно. Что ты тут делаешь? Заблудился? А, прошу прощения, не хотел вторгаться. Прочь с дороги! Мужчина нацеливает на вас пистолет. Вы слышите? Скриптите вы. Другой солдат следует примеру. Ты зашел на запрятную территорию. Уходи или будешь убить на месте. В этом нет нужды. Я просто хотел задать несколько вопросов. Тогда задавай побыстрее. Что делать? Адарик сказал, что предстоит великая битва. Мы здесь, чтобы держать переход и защитить РЦРАС. От кого? Он видел это во сне. А что, если теоретически у кого-то еще было такое же видение? Он хмурится, затем пожимает плечами. После этой истории с посланниками я бы о таком не говорил. Ты задал и так слишком много вопросов. Давай, убирайся отсюда. Второй раз предупреждать не буду. С кем они связываются? Снимай огонь в целую вещь, Ванчер. Легай ее к Маргарену, чтобы решить остальное. Работаем. Что по защитам? 61? Удачи, ребята. Просто удачи. Ооо, связь с псом. Крестный луч какой-то непонятный. Бедолаги какие-то. Опа, снизу подходит новый. Солдат, боевой пес. Еще солдат. Не, лучше, конечно, сильно не выпендриваться. Я так считаю. Те заклинания, которые есть, бесплатные, по крайней мере, надо использовать. А, я понял тебя. А, бобер из арбалета стреляет. Так, давай скастуй сюда. Хорошо, сбили с ног бобра, да? Что-то они все равно немножко пробивают. Нельзя отходить далеко. Все, дьяволу скастовали эти пушки-воздушки. Заменились клинки. Ааа, 19-25. Угу, урон не меняется. По крайней мере, у него точность возрастет. У-у-у-у, пам-пу-рум-пам-пам-пам. Тут можно вот так сделать. Мне сколько нужно убить? Мне нужно вообще добивать врагов, любых врагов. Да, 15 врагов нужно убить, чтобы... давай бобер убивай хотя пес кажется врагом не считается вот и проверим считается отлично тогда тренируемся на псах главное чтобы я выберу разряжается еще надо ему будет скорострела взять на последнем лавелем это в 2 здесь можно скажем пиявочкой вытащить из этого и стрельнуть по нему этих увести сюда убить этого товарища а нет просто просто паралич давай сделаем немножко побить его нужно все слабенько 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 побить вообще остальных надо отвести точно точно в обратку 180 доточения давай-ка этого тоже про лизу этого добиваем ой да справиться перезарядиться пока туда-сюда еще минус 1 ладно разок ударе хорошо это стойк такой агрессивный хватит стойк чем не щита нет с этой шпагой ходит как дурак добивай бобер ну почти что 4 получается уже дам 4 из 15 хорошо собираем лут похоже эти бревна спилили недавно судя по размеру это был одни из самых древних деревьев этом районе прямо перед вами видны все еще плотно закрытые двери фортом вы замечаете лучников которые расхаживают по крышам стражевых башен я смотрю вот окрестности а прохладный ветер доносит запах горящей смолы пока ничего не делать наверняка есть обходной путь ох хим с бобром он сделал уже при смерти хорошее урон его бобра мы прокачаем очень быстро еще один минус пятый левел заклинание смотрим у 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 дезориентации на нем правда из ориентации можно стойком снять оглушение каменения доминирования паралич за выражение доминирования паралича каменения огогого стоп дезориентации вообще никак не снять может базовым тогда хотя бы болель при смерти все наконец пришелся бобер добивай это раз стоек делать защиту от страха главное чтобы доставали до лучше сначала парализацию сделать и не стрелять боброма внести именно последнего в этом народу тяжелое ранение сначала ты этого проходишь об хорошо добивай так о не добил или добил а лот убивает был опса увы кто-то там подвис мне бобер не готов давай пробуем ну кто повелитель огня отлично парализуем уникальный в арбалет очень очень приятный очень приятный многообещающий я хочу посмотреть что из этого может получиться этого тоже добили парализовали отступаем на гордобер хорош что в результате там 78 9 уже 96 человек осталось и будет об пушки так закрываем 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 можно было прямо вот пойти с парадного входа и крепость штурмовать опа я понял тебя всеми сюда вот но почему бы не найти альтернативный вариант хорош это 10 жалко нельзя делать скрипты чтобы не атаковали в случае если какое-то количество тут еще было парочка насколько я помню которые не вписались вовремя переключаемся эту подругу бобер добьет этих тоже надо увести уже всех добил паралит 6 секунд должен успеть выстрелить куда стоек держись куда вы ребята ну давай бобер от твоя война хорош 12 уже даем 12 3 человек осталось до левелапа там и точности урон возрастет и какая-то обилка появится учитывая то что это уникальное оружие о 2 но меня дезориентировали на 6 секунд правда всего лишь да почему кто стрелял какая сволочь стреляла да кто там 1 кажется чистым тиковым уроном убила но кто-то были наслушался приказов убивает и убива убил первым а припасы сыплой с привалом а я пожалуй даже отдохнул учитывая то что здесь скорее собаки а людей нет с по бонусам против животных возьму о стене есть проход чего и следовало ожидать житель деревни волшебное кольцо а у ее способности 10 процентов я могу объяснить подожди ты кто ты тот лорд искать ну а да щеки женщины разовет от стыда что здесь делаешь а чем вы тут занимаетесь зачем же займешься в такую холодину прочувствовать просто дыхаем вот и все в этом же нет ничего плохого верно якшаешься с врагом и нужно преувеличивать мы никому вреда не причиняем кроме того гамель совсем не глуп как по мне ты тут с этой армии нет мы просто из деревни ага конечно пожалуйста не говори никому у тебя алика засун заснул на посту но он здесь не один ты знаешь что-нибудь о посланниках стала ворта только очевидное переговорчики из них не очень хорошие командор уже неделю в ярости на него это не похоже нужно поговорить с командором ничем не могу помочь а так похоже мы будем сражаться кому короче два трупа я думаю раз они помочь на чем мы остановились железные цепы щас 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 ваншоты что ли я не тем сагрил захотелось подсейвить немножко стоп все 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 дайте бобру чужо умрет хорош так смотрим что здесь на скорее все тупик должен быть да как и не совсем по верху можно пройти вдоль крепости так обойти мне сюда не нужно мне нужно вот сюда к западным воротам не очень билет серый ты кто ж знал я думаю что они оба не не умрут с одного выстрела ну вот один долго сражался второй второй не очень сейчас мы тут чистокол подвинем и зайдем в тыл нам по сути надо убить главного и все разглядывая стену вы замечаете что на одной из сторожевых башен возле ворот никого нет по крайней мере так кажется снизу над забором неприятельские лица тоже не выглядывает крыша башни заходит за стены форта забравшись на нее вы возможно сможете попасть внутрь в это темное холодное время суток большая часть обитателей лагеря собралась возле костров что-то достат кто-то достаточно скрытный может воспользоваться возможностью перебраться через стену и открыть ворота не подняв тревоги ну это очевидно дьявол из корока осмотреть ворота заглянув за внешнюю стену вы замечаете зазор между двумя столбами хоть он и слишком мал для любого представителя разумных рас него может пролезть небольшое животное форма беспомощного зверя использовать знаком нибудь заклинание форма беспомощного зверя а вы думаете кто наложит заклинание ну а лот тут другого варианта нет кто превратится в зверя дьявол из корока конечно же потому что у нее нет стоп скрытность у нее же механика не скрытность у меня со скрытностью никого нет ладно бобер заходит я иду сам в одно мгновение ракурс вашего зрения кардинально меняется титанических размеров ворота возвышаются над вами зазор под ним тоже очень большой вы легко пробегаете снизу на ваших маленьких копытцах я в поросенка превратился продолжить действие превращения вскоре заканчивается и вы возвращаете свое тело совершенно недостойным образом растянувшись на снегу вы в первый раз мельком видите лагерь в окутанный вечерним сумраком а окутанный вечерним сумраком а еще стража стоящего чуть поодаль вскоре становится понятно что мужчина крепко спит вы медленно крадетесь вперед чтобы открыть ворота но ваши шаги громко раздаются вечерней тишине и через несколько секунд вы слышите как страж резко вздрагивает и просыпается вы бежите открываться ворота под крики солдата зовущего подмогу 700 опыта но со скрытностью у меня никого не было ну чё выходите ребят вы сами напросили смогли бы сделать вид по крайней мере что да я тоже буду пытаться дамсель активировал премию водам спасибо тебе за активацию паралич сработал не бобер рано стреляешь а сейчас можно хорош сколько там единичка да да один один килл остался переключаемся бобер стреляет есть ну 1515 ну ждем когда закончится битва до ну ееее так качество отличное 8.30 воздействие удара чисто это было пагубное ускорение ой скорость атаки 50% это как у мага ааааааа господи еще на полминуты скорость атаки на 50% это же так классно хорошая белка хорошие так все под скрытностью теоретически главный товарищ должен быть где-то в центре у лагеря я по стелсу конечно же никаким макаром не пройду к нему ну что ж поделать они сами выбрали свой путь абсолютно ни о чем товарищу так для следующего то что мне нужно сделать нанести 30 300 урона противнику испуг враги по испуганным врагам что ли а и просто урон нанести чтобы открыть следующий уровень если бы по испуганным ужас кставать на на всех и урон наносить но ужас то кстати есть большом количестве то есть это не проблема хотя и настрелять полтора к раз за бой он там за нормальный 500 где-то настреляет надо просто пробавить я даже не парализуй просто стреляй так но здесь народу побольше поэтому уменьшаем скорость увеличиваем у пацанов я даже не хочу сейчас бафать дьявола из корока просто потому что сам тогда не буду стрелять некоторое время поэтому буду просто постреливать из арбалет насекомые полетели олень олень пошел побежал 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 какой красивый он реально красивый олень горит ауешка бах а надо чтобы они кучнее были как там бобер сколько настрелял было 150 370 это пара крупных сражений и все единственное что ему бы хорошо знаете что пробаваться хорошенечко то есть взять как раз например и олень еще как танк хорошим лет 1600 здоровье 276 выносливости у этой здоровье меньше выносливости чуть больше так давай радужку туда весело было стойком бы еще бобра бафнуть вокруг оленя собрались он же еще сейчас взрывать будет может взорвать а давай красиво ой стану на бобра оглушение я не помню оглушение на снимается вот таким вот образом взрывается олень по ну кто-то там умер кто-то ранен бобер что ужас вор времени вор времени две минуты там скорость атаки у него увеличилась на 50 кажется что было неплохо ему точно повысить хотя нормально давай лучше на него бабчик сделаем по получается как бобра убили кто ну нифига себе тут вообще вы видите расследование кто убил бобра короче тут же рез им раз тут же этим нашим другом вот так вот сбивай офигеть все ощущая рез ну все нормально ребят бобер встает ушиб глаза правда у бобра стреляй вороночек ой как не вовремя как не вовремя то получилось ну и справились ух как высоко да не бей бобра слышишь скотина попал еще разок бобер как там по выносливости у тебя треть уже настрелял треть настрелял бобер хорош да я только немножко выносливость восстановим и еще попал разок да хватит его бить то у них урон хороший опять мне его повалили еще упадет и эти пошли стрелять опять что ж он там немец то при смерти при смерти а полежи ну тупик сзади так а ты же можешь последний удар тут а и модалочка вторую надо сделать еще еще урон будет больше оп 93 так потому что он при смерти уже был так только ты не беги вперед и ты тоже не беги вперед стойк давай что нибудь давай давай хорошо бах контрольный там уже никого не было так бобер настрелял но не так хорошо как хотелось бы к сожалению только треть набрал ему по сути нужна цель по которой он будет долго долго стрелять жирная такая цель косарики тут валяются not bad проходим смотрим можно спуститься вниз возможно он и внутри башни находится два привала ничего си прям вот в лагере щас заночуем верняк так она работает оказывается заходим ахаха ясно как она работает вижу врагов что там сколько мы еще будем тут сидеть ничего не делать воин бобер начинаете ну и муж нужно в конце концов до бафы только бобра под него тут под подвожу хорошо баф 1 мощность приносливость 2 может кстати и увести 1 увести 2 оставим только бобра и и полиджину стойку тоже можно увести а ты чего тоже все бобер будет перезаряжаться там полиджина держит удар бобер наносит урон хорошо минус 1 вызвал скелета но его тоже можно отконтролить явочка еще могла помочь вот на будущее если нужно больше урона наносить можно 5 сделать уже 900 то есть за это 400 там 500 было до этого да стоит пару пару тройку битв провести именно так квадрат не водоразована сумму 500 сообщает михаил так вечер добрый 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 никаких мудрых мыслей на этот раз не будет вы не хотите организовывать как сообщество это поняла и вы не сможете сдерживать народный гнев покаетесь пока организуете как сколько невинных жертв удастся избежать подумайте об этом хлеба и зрелищ и интонация интересная конечно же так что я хотела вообще к опыта это тяжело к опыта очень тяжело ничего с этим не сделать вот держитесь там о как много народу на бобру тут нужно точно за делать какую-то пиавочку наверное хозяин псарни адепт железных цепов или все-таки на скорость атаки вытянуть и нужно еще раз попасть или кастануть все-таки на эту подругу пусть она там режет тут народ достаточно много нужен контроль нужен контроль делаю грозу для начала дальше на бобра вот так потом так давай-ка немножко еще контроль и сюда 58 есть теперь высасываем скорость атаки возможно юзнуть кстати скорость атаки сейчас ему еще вот пагубным воздействием папа теть его нужным хорошо дьявол из корока вроде на месте находится до пошел контроль в виде грозы я хочу их максимально вывести из строя но сильнее не убивать то есть понятно что будут пацаны сражаться но ключевое это чтобы бобер пострелял теперь ты делаешь еще 30 процентов к скорости ой 50 процентов к скорости атаки готова очень быстро ее завица раз 78 урон вот это я понимаю закреплять будем продлевать как говорится будем будем продлевать сначала сделаем вот так потому что у тебя а есть 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 значит просто просто сделай вот так сначала 68 он хорошо настреливает уже 1162 урона можно сделать еще криты в ну там увеличивается количество типов атак так скажем страх страх помешать может маловероятно но следующим моментом буду снимать страх причем снимает только с бобра 1 сколько там урона немного 37 всего лишь переключаясь на осасин ну здесь не буду я уже пусть бобер сам справляется дьявол из корок от чего беги назад все бобер справится настреливаю межган ай а парализованным вору времени есть пиявочка сейчас вытянув какую-нибудь характеристику или там защита я не помню 53 раз обновлю паралич обновлю паралич обновлю паралич там правда паралич всего на 4 секунды но успокойся промахнулся добил как он порабощает а межган давай раз хорошо еще разок а там спали уже бафом и так попадаем стопроцентная меткость стоп нет лава лапы да а есть 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 так кстати качество не изменилось а это не или а нет все а что дали то отличное качество воздействие при ударе а возрастает чистый урон пагубное ускорение было а что дали то а сосредоточение при попадании плюс 3 то есть спокойно можем кастовать чистый урон противнику чтобы открыть следующий левел понятно но урон чистый 9 в течение 4 секунд нужно настреливать будет восстанавливаем выносливость собираем что здесь у нас есть наковальня псы боевой щенок щенок пухлый щенок пегой масти уже умеет вести себя дисциплинированно пока не увидит с чем можно поиграть ладно бобру возьму наковальня какая-то опа дубина отличного и кольцо горящие раны ну поехали я тут не буду уже специально бобра наверно подкачивать 2 из 150 ему нужно просто очень долго стрелять по держать одну цель просто чтобы натикало тикало тикало хотя это не сложно сделать опять же это изи сделать с тем же самым пролечом давай 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 аккуратненько огнушение сработало увы страшно он сам прокачать вот отличие от стойка где надо было сделать последний какой-то удар а ему лучше стрелять по тому человеку которого не бьют чтобы он максимально долго жил по нему наносился чистый урон вон троечка там 174 сосредоточения как только я встречу с любым блин достойным достойным противником серьезным типа там босса или дракона я по шагам все сделаю чтобы там дьявол из коровка сосредоточенности там начнется такой хаос уверяю но пока а вон шатер я вижу в западной части а сколько уже чистого было а 37 150 это вопрос тоже пары пары сражений когда о это плохо я подставился серьезным образом подставился добром стреляю по дальним пока что постреливайте просто постреливать ребят стойком сделаю опять же на бобра для бонусного урона хотя наверное это не обязательно я по дальнему сразу полить жена тормозит что кастует стараются касту му т му му а а а а дабит и вот он шатер можно попытаться можно передохнуть пидж перед час на шатром потому что там явно будет главный товарищ и зачем мне туда приходить с ну подраненным и без определенного количества заклинания заходим я думаю что опять же с первого три изи убьем пожалуйста послушай хватит меня это уже что происходит разобраться с команд с командором солдаты внимание прибыл наш гость командор железных цепов молодой стройный мужчина с каштановыми волосами и лихорадочным взглядом у его ног вы замечаете решетку которая похоже закрывает яму когда он делает чак вперед снизу раздаются обеспокоенные крики верит этот шум снаружи на мгновение я поверил тебе женщина он силой опускает ботинок на решетку богоподобный ха на мгновение а ты опасный убийца богоподобный это я должен признать стал ворот под моей защитой я предложил разумные условия они сами виноваты жалкие псы нужно было мне слова застревать у него в горле на лице застывает полухмылка вы не понимаете что произошло пока не начинаете чувствовать это тоже ваши мысли уплывают словно вы потянулись к источнику сущности вы чувствуете боль в груди почти болезненное ощущение что тянет вас вперед ваш разум внезапно захлестывает волна воспоминаний таких же ясных как и в тот день когда они возникли вы видите лагерь адемы опустошенный биоаком залы каадноа пещерах под крепостью на камнях вокруг вас высечены предупреждения на мертвом языке глубже под землей раскрыта клыкастая пасть похожая на рану в материи мира образы омывают вас восстанавливая жизни эмоции сотни разных времен и мест не все принадлежат вам постоянно постепенно вы осознаете что с вами за вами кто-то следить следит потянуться вы направляете свое сознание выслеживая источник вторжения это одарик в нем ярко как жара у меня горит убежденность мгновение вы переживаете с ним его эмоции вашей голове дребезжит беспричинное отчаяние без контекста фрагменты воспоминаний которые вы видите остается просто образами маленький дом посреди поля ярких фиолетовых цветов море солдат в доспехах с развивающимися флагами которые ожидают вашей команды возникает неудобное мгновение когда вы чувствуете что ваше раздвоение раздвоенное внимание замыкается в себе а потом связь обрывается лицо одарико становится мертвым на бледном от испуга подожди ты хранитель нифига себе вы слышите несколько приглушенных реплик от собравшихся рядом солдат это не он оглядывается его лицо краснеет об этом мало кто знает из тех кто за этими стенами зачем ты пришел почему сейчас я пришел узнать вообще что случилось посланниками дело в посланниках ты проделал прорвался через мой лагерь убил моих солдат ради них он смотрит сердитом почему ты взял в плен этих несчастных столов отправил своих представителей обсудить слово мира я представил им возможность я проявил великодушие делать несколько шагов затем берет себя в руки отправил прорицателей не дипломатов чтобы пугать нам нас рассказали о гаснущей луне дрожащей земле это правда это все правда волны поглотят нас всех бредящие посланец кого они послали а что тебе нужно отстал от рыбаков ничего они отчаянно вцепились в кузню которую ты для них открыл некоторые ради золота и хорошей стали но я обещал некоторые здесь ради золота и хорошей стали но я обещал им их долю но пришел сюда за пушками помощью пушек арсенала мы сможем удерживать проход рейдсерас не терпелся недостаточно его сыновей и дочерей не осталось ничего мы не можем просто сидеть ждать попадения дирвуда сюда предоближается армия я видел как она сходит с горой она сокрушит стал ворот и отправится к рейдсераса смотри куда там железные цепы станут стеной которая защитит мою родину от худшего что может сделать эти огнепоклонники интеллект учитывая убийца герцога и кризис с пусторожденными дирвуд сейчас немного занят ой я промахнулся кажется пусть глупцы насмехаются надо мной сколько угодно блин давай четверочка я тоже так считал надеялся но это значит только то что они разозлены они захотят кого-то обвините им понадобится враг мне больше ничего ему сказать да в моем сне армия уничтожила старого и арсенал я видел разрушение кай дну а он морщит лоб в раздумье его солдат обмениваться взглядами напряженную ждая указаний мы уже видели что стал ворот готов пойти на обман а мы мы пришли сюда чтобы спасти рейдсерас инта опять все эти разрушения что мы видели это действительно думаю что пара ребят из глубинки получится это сделать если бы они могли действовать вместе это может быть не построить еще одно устройство магран нет уверенности у меня решительности не хватает чтобы контрольную реплику произнести я думал что железный цепь это армия из моего видения возможно мы вам ошибались с чего мне всему этому доверять ты что угодно можешь сказать чтобы защитить подумай а что если ты ошибаешься потеряешь своих солдат и ресурсы на сражение с теми кто на самом деле не враг это твоих рук дело ты смеешь обвинять меня смертях и решительность 17 не хватает меня для того чтобы я бы пригодился тебя в качестве союзника произведение фыркает я помню гром и сотню глаз которые смотрели на меня звучит знакомо и тут его нет с нами гром следовал за мной ты прочитал мою дучу душа о чем узнал великодушный что ты мех сердечный ах но это тебя не остановил и то что видел много и много совершил такого чтобы я не в одном случае не поверил поверь мне сейчас есть другой путь становится тихо в домике зачем вы слышите скрежет металла он вытягивает меч чтобы положить его плашмя на ладони я привел своих союзников сюда потому что я был уверен что мы на верном пути я привязал свою душу к этому клинку о лут на доказательство своей уверенности по воздуху проносит волна и духовной энергии исчезает смотрит на вас более в глазах меч не пригодится он твой можешь использовать непоколебимый я верну наши силы из гор пожалуйста позволю мне объяснить тебе нужно поговорить с посланниками сталварта может у них есть какие-то ответы с мирным путем удалось все таки решить получает способность рассечения душ ослабление полная атака игнорируем его 4 на 25 ой хорошо целит самую сущность существа при следующей атаке игнорируя защиты ой-ой-ой-ой открываем ключом от камеры все в порядке ох спасибо тебе думала мы отсюда уже не выберемся нет пара синяков разве что тяжело было всего выдержать тяжелее всего было выдержать холод не знаю как тебе удалось оговорить этого мужика у него практически пена изо рта шла а теперь он скрывается в горах своей банды не уверенно что стоило отпускать проблема была не в командоре один из представителей стал вард обвиняющий показал женщину стоящую в стороне от остальных мы бы пришли к соглашению если бы она не подзуживала кричала ему про всякие дурные знаки проклятие требовала чтобы он покинул переход ты знаешь киры церасы верный командор стал бледным как полотно понятно женщина в невзрачных одеяниях выслушивает обвинение безмолвным ты кто прыгает в ближайшие стойки хватает кинжала резко погружает клинок собственно и горло это опять этот таус ли какого там управляет душа осталась сейчас узнаем сущность умирающей женщины невидимые для всех кроме вас тонкими струйками вьется над ее телом она становится только ярче по мере того как труп остывает привет шашлычок остальные представители стал варта в ужас смотрит на расплывающиеся лыжи крови что сейчас произошло прочитать душу женщины вы тянетесь к душе и выдержав внезапную вспышку более страха погружаетесь к более давним событиям вы чувствуете медленный привкус во рту и жгучую боль в горле под животным ужасом смерти обнаруживается успокаивающая нить решительности удовлетворение от выполненного долга вы следуете по ней извилистыми путями она приводит вас к другому воспоминанию такому же цельному яркому как первое вы входите в темные залы аббатства ваши враги ваши шаги громко раздаются в тишине какое-то неуловимое мгновение вы стоите в слабо освещенной комнате лицом к лицу с облаченным мантию аумауа вы узнаете в нем каото верховного аббата он подзывает вас к себе подойти воспоминание становится нечетким когда ваше зрение проясняется вы стоите перед к као-а-а-а-пфф-ф каото каото просто слово каото и он нежно улыбается вам снизу вверх дров генерации разум из этих гор и возможно ты сможешь спасти еще много жизни весь них прилива Он будет здесь через неделю, и если ты задержишься в своих странствиях, то слушайся его, как слушаешься меня. Он войдет в усыпальницу и отзовет армию безглазых вместо меня. И если тебя поймают, сестра, ты знаешь, что можно делать. Он кладет руку вам на плечо. Я буду молиться за твое возвращение, но мы утешимся знанием, что ты присоединилась к остальным возлюбленным Кондре и ее владения. Слова вырывают вас из воспоминаний, отбрасывая к моменту смерти женщины, затем обратно в собственное тело. Но остатки ее воспоминаний сливаются с вашими. Теперь вы знаете путь к скрытому в горах на севере аббатству, куда должна была вернуться она. Она была последовательницей Ондре, фанатиком. Что-то с ним было не так. Да ладно тебе, ты же... Ты так же удивился, как и все мы. Знаешь что-нибудь про аббатство на севере? Слышала о чем-то таком. Крепость Ондрейтов. Посетители там не жалуют. Как она туда пришла? Посетитель Сталверта показывает на мертвую женщину. Как она оттуда пришла? Она не вернулась, чтобы отозвать нападение, которое не планирует. Может быть в следующий раз тщательней. А, так она оттуда пришла? Я уже вообще криво читаю простые предложения. Да. И там я найду усыпальницу, с помощью которой смогу отозвать их армию. Что еще за армия? Боги. Такое впечатление, что всем на Эоре нужен арсенал. Зачем им выгонять среди расов? Сомневаюсь, что это для Сталверта. Кому нужна причина? Будь на чеку, были истории, когда торговцев, которые заходили на север, отпугивали или даже убивали странные стражи. Они очень скрытые. Прокрасцы, это мой конек опять же. Сомневаюсь, что тебе будут рады. Я проберусь незамеченным. Снаружи раздается глушительный грохот, от которого представители Сталверта испуганно подпрыгивают. Вслед за этим шумом доносятся звуки. Пушки начали работать. Похоже на раскаты грома. Вы слышите более отдаленный треск, ломающийся деревья, крики, паники. О нет, что происходит? Я думал, ты разобрался с солдатами. Так и есть, это что-то другое. Ну хорошо, я подожду здесь, внутри. 700 опыта. Я тоже подожду здесь, внутри. Соберу только лут. Два привала. О, там книга какая-то особая. Еще один амулет, который был. Простой арбалет. Блин, надо на мещу не забыть посмотреть. Мечик-то, наверное, интересный. Что? Духовная связь. С любым, с любым духовная связь. Воля плюс пять, решительность плюс один. Непоколебимый. Ой, что же делать? А, можно дать ассасинке. Ассасинке. Зачем ей этот меч? Ну, вдруг он будет... Давайте я посмотрю, что он дает. Первый раз пользуюсь поисковиком. Пиларс оф этернитим. Сейчас посмотрим. Там здесь не все посылки. Тут нету. Тут нету. Тут тоже нет. Так, ладно, я тогда подожду. Если у кого-то есть возможность посмотреть, что из себя представляет клинок, я просто хочу понять, в общем, не качать. Кому его дать, чтобы прокачивать дальше. Да, на английскую веку, я понимаю. Не хочу сейчас тратить время на это. Ну, это пушки мы починили, наконец. Только вопрос, кто из них стреляет? Этот же тоже куда-то сбежал. Ой-ой. А это не пушки. Пережить засаду. Кто такие? Молот без глазых. Невосприимчивость к пролечу нет. Яд, болезнь доминирования, дезориентация. Иммунитет к испугу и ужас дает. Стойку давать. Ну... Так, давай-ка аккуратно тогда. Аккуратненько-аккуратненько. У них хорошие характеристики. У них реально хорошие характеристики. 109 защиты. Бобер мажет, ну просто потому что да. Как тут попасть? Блин, мне кажется, он уешает. Он что-то там запланировал, скотина. Жжет. Половина выносливости у дьявола и с короком. Больно. Однако. Они двигаются, надеюсь. Неуязвим к огню. Это первое, что нам о них нужно знать. Новая музыка пошла. Давай стонкурс начнем. Есть там доминирование, болезнь, дезориентация? К стонкурсу вроде нет. Перезаряжается бобер. Здесь бьем. Тут гром пошел. Оглушение работает. Отлично. У тебя было... А, у мага были... Хайлевельные вещи на... Или не у мага? Устойка, кажется. Нет, огненный урон. Вот это огненный урон. Значит, у тебя получается. Нет. Блин, деяло сейчас откинется. Так, упало. А что еще? Неуязвимые к молнии еще они неуязвимы. Но есть предположение, что они, в принципе, им плевать на элементал дамаг. Им, в принципе, плевать. Так что надо отталкиваться от дробящего. Какого-нибудь колющего, режущего и прочего. Ох, тут мы по своим вообще будем попадать, если, скажем... А, чистый урон же не проверял. Чистый он же... Он же может зайти. Давай-ка. Так, бобер попал. Это уже хорошо. Проличь или не проличь? Вообще, я бы пьявочку сделал. Потому что пьявочка по воле точно попадет. У них характеристики, судя по всему, конские. И... Да. Так. Давай-ка ты сделаешь... Что у нас есть такого ультимативного? Эта штука зашла бы хорошо в длительный страж. Можно поднять... Поднять полиджиной. И, соответственно, бобром... Не пьявку... А, нет, он не сможет. Ладно, бобер, какая там вероятность? 57. Хреново. Значит, ты делаешь точность тогда. Бобер просто стреляет. Тут резаем нашу подругу. И... Да я характеристики апню. Только после этого стреляю. О, сункурс сработал. Сункурс шикарный. Окаменение 7 секунд, 7 секунд, 3 секунды. Великолепно. Так, у тебя же здесь дробящий. Отлично. Выбирай любую цель. И дробящим уроном. Подняли дьявола. Дьявол подходит поближе. Нет. Сюда подходит дьявол. Бобер, ну стреляй, я прошу тебя. Далеко не отходи. Бей. Попал бобер, 115 середоточенности. Кидает. Делает клиночки. Мне кажется, что надо продолжать их выводить из строя с танами всякими. Здесь блэс обычный. Ой, отпинывает. Легла. 10 секунд сбивания с ног. Класс. Ладно, стункурс. Стункурс работает. Тяжелое ранение. Изи. Стойка только почему-то пришел в себя. А может где-то дробящий найдем урон у стойка? У него же столб есть какой-то. Это огненный урон, да? Огненный урон. Огненный урон. У него в принципе есть какой-нибудь... Нет, у него нет в принципе. Давай по стойкам вот так вот сделаем. Чтобы если что, срабатывало резурект автоматически с восстановлением выносливости. Так, хорошо. Пожинающий ножи есть. Давай здесь паралис. Попробуем сделать бобром... Хотя нет, лучше выстрели по стомкурсу. Тут можно еще скастовать шторм, а потом стрелять. Бобер мог бы скорость везнуть. Музыка классная. Давай так. Еще немного контроля. Попадание от бобра есть. Пиявка нужна. Как же мочит, а? Давай восстановление выносливости, потому что здесь много проблем уже с этим связанным. Испуг действует на них. Что я могу? Что, что, что я могу? Опять стомкурс, фигня. Нет, дробящий. Вот давай опять молот этот. Этот упал, кажется. Ладно, один минус. Стомкурс прошел. И пошла нарезать наша подруга с клинками. О-о-о-о! Бобер сейчас пиявочку сделает. 81. 81. 40. После пиявки. Давай постреливай, постреливай. Тебе нужно там чистый урон наносить. О-о-о! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да нормально все. 156. Там за каждый удар. За каждый удар приходит. 104. Так сосредоточенность просто апается. Колоссально. О-о-о! Можно защиту. Вот эту связанность. Как она там называется-то? Защитная... А какой рейндж у нее? А ей надо подвезти наших пацанов сюда. Как она, сработала уже что ли? Не, не сработала еще. Вот она. Ну, смотрим теперь, что по характеристикам. 115, 117, 139, 109. И зелененькими, видите, по-другому. Это значит характеристики от другого. И теперь у всех, у всех моих такие характеристики. Как у танка, плюс еще дополнительно от, видимо, этой подруги. А у кого 139? Бобер что ли пьявочкой? Да, бобер пьявкой взял. А откуда он взял? Ловкость, наверное, да, пьявкой пришла нам. Вдохновляющий реакциус. Короче, они все превратились в танка. В одного неубиваемого танка. Ой! С неубиваемым я, естественно, погорячился. Потому что тут же зашла такая уеха по всем. Ну и пролечи, по-раскидываем. Я чувствую, что могу. Выносливость восстановили. Наверное, надо сейчас закрепить время действия всего этого безобразия моего. А, его молоток припечатывает. Пора лечи 18 секунд. До свидания. И опять 123 сосредоточенности. Ее просто не успеваешь тратить. 140, 120. Еле-еле там. Бесконечная сосредоточенность. И как следствие, бесконечный выбор того, что можно вообще использовать. 15 секунд, 18 секунд. Вообще, можно было спокойно убить. 180 стрелы точно. Господи, какая грязь, а! И между ними защитная паутина сохраняется... Бессрочно, что ли? Посмотрите. Наверху нет. Нет таймера обратного отчета паутины. Почему я всегда нахожу халяву? То есть я... Забейте. Просто забейте. 3К опыта. Когда последний из мегфолков падает, по эфиру проносится волна сущности. Она окатывает вас, и вы оказываетесь в воспоминаниях безглазых. Вас окружают массивные существа, и их обтянутые мышцами скелеты лязгают и скрипят в полутьме. Тела наполняют воздух привкусом металла и муксусным запахом пота. Пещера, в которой вы находитесь, по крайней мере, это похоже на пещеру, светятся тусклым рассеянным светом. По остальным телам безглазых, которые шевелятся и раскачиваются, пробегают отблески света. Безглазые топают ногами, стонут хриплыми металлическими голосами. От их неутомимой энергии волосы на вашем затылке встают дыбом. В отдаляющемся эхом грохоте вы услышите что-то знакомое. Это пульсирующий звук из вашего сна. Предвестник грозной армии. Вам становится интересно, сколько безглазых столпилось вокруг. Вы подозреваете, что их могут быть десятки, возможно и больше. Сложно сказать, где заканчивается зал или где он вообще находится. Впереди вы видите крапинку света. Возможно, это выход. Но видение уже начинает меркнуть. Свет. Вы проходите мимо неуклюже покачивающихся безглазых, цепляетесь за исчезающие остатки видения. Свет впереди кажется ослепляющим после темноты пещеры. Вы спешите к нему, несмотря на то, что он начинает превращаться в тусклое пятно. Вы не видите, где находитесь, но слышите холодный ветер со свистом, вырывающийся из проема. И чувствуете, как брызги воды покалывают ваши щеки. Видение обрывается, и вы снова стоите в холодной, перемешанной с кровью грязи в фортах. Свист в камышах. Адарик. Похоже, Адарик пропустил несколько ударов на его виске багровит синя, когда спех помят в нескольких местах. Он выглядит несколько ошеломленным. Эти чудовища. Они пришли со всех сторон. Посланница. Нет, ты был прав. Видение — это правда. Он изучает вас взглядом. Ты храбро сражался, и я рад, что ты вернулся живым и здоровым, хотя я сожалею о тех, кто сегодня погиб. Я отведу то, что осталось от наших сил, тех, кто пойдет за мной дальше в горы. Нам нужно быть в готовности, если эти монстры вернутся. Когда эти монстры вернутся? Удачи, Чумандр. И тебе. Если эти видения предсказывают будущее, то худшее еще впереди. Адарик склоняет голову, поворачивается, чтобы идти. Узнать, как можно отозвать армию. Забыта армия за дальние годы. Мерла. Похоже на конструкторов и анимансеров. Но... Отправиться в аббатство павшей луны. Так, что по чистому урону? Чуть-чуть осталось. 16 буквально чистогана занести, и все будет ток. Так... Арбалет практически готов. А что, кстати, по экспе? Хорошо. Треть уже. Треть. А потом кап будет. Потом можно соратников, кстати, менять. Так, приливная волна. Аббатство павшей луны. Посланница. Но мы знаем, как туда добраться. То есть, по идее, должно быть... Должно было открыто... Вот оно, открылось наверху. Аббатство павшей луны. С них лут-то упал, нет? Так. Я не думаю, что там что-то ценное. О-о-о-о! Сегодня хорошо, так продуктивно по квестам. По основному квесту позакрывали там хвосты. Поняли, что есть точка невозврата. С вашей помощью поняли, что есть точка невозврата. Перед окончанием основной линии. И пошли выполнять... О, длинный боск. Гном, одетый лишь в несколько шкур, вздымает свою неприкрытую грудь при каждой затяжке из трубки. Далеко же ты зашел, чтобы подышать свежим воздухом, да? Я хочу попасть внутрь. Даже так? Он вытягивает трубку из сжатых зубов и показывает ее длинным черенком на путь вперед. Тебе вроде сюда надо. Средний путь справа с разрушительной аркой. Если они тебя впустят, конечно. Он дрит и дружит только со своими. Моя хозяйка прошла в арку, поговорила там со стражами и двинулась дальше. Они следят за другими дорогами, неодобрительно на меня поглядывают издалека, когда проходят мимо, он кряхтит. Можно подумать, я бы стоял здесь у всех на беду, если бы у меня был какой-то хитрый план по проникновению в их треклятую церковь. И что ж такого ценного есть у них в аббатстве, что это нужно охранять? Монахи? Другие способы войти. Не, ну это же аббатство, а не крепость. Наверняка есть слабые места, как и у любого здорового старого чудища. Проходы для снабжения, запасные выходы. Он пожимает плечами, словно это нечто само собой разумеющееся. Я бы покривил душой, сказав, что никогда не исследовал подобное место без приглашения, когда был слишком молод и безрассуден, и не унес с собой ценные реликвии. Скажем, если определенная богиня войны добьется своего, то в следующей жизни я стану жуком-навозником. Почему ты мне помогаешь? У тебя вид такой, похоже, ты в этом нуждаешься. До свидания. Сомневаюсь, что мы снова встретимся. Надеюсь, моя хозяйка уже скоро вернется. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. То, что ищешь. Он показывал в сторону, куда. Ну, короче, я наверх пошел. Кажется, он направо показывал. Он сказал, что сюда нельзя пускать даже наши области, что может быть важного, нашего покоя. Дело в дневник, а у наших братьев и сестрок внизу. Что-то палевно как-то. Пожалуй, я по низу пойду. Там меня везде встречают. О, тут дорога такая. Стой, кто идет. Я вестник прилива. Сужает глаза. А почему я должен тебе верить? Восприятие 13 у меня. Вот почему. Разве у вас часто бывают посетители? Кто еще сюда придет, если не вестник прилива? Страшно расслабляется, кажется, испытывает облегчение. Прошу прощения, заосторожно. Там сказали, что ты придешь. Верховный обад ждет тебя внутри. Ну, отлично. Все, соврали и профит. Что у вас тут, ребят? Ага. Привал, привал. Я, пожалуй, привалюсь. Так. Вы стоите на краю ущелья, веками врезавшегося в... Веками, веками. Блин, уже торможу. Веками врезавшегося в гору. Перерыв делаем. Две минуты. И продолжим. Ох. Продолжение следует... 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 А есть ли у меня другие наручи? Наверняка есть. Ну или перчатки. Сила хорошо пойдет, урон в ближнем бою тоже хорошо пойдет, 10%. Над скелетом, наполовину погруженным в лед, в холодном звуке пещеры, парит едва различимый след сущности. Вы позволяете своей душе охватить сущность. Воспоминания парят под вами тонким слоем тумана, бледного и изорванного. Их рассеянные клочья парят, словно пылинки в сумречном свете. Вы входите в длинный зал. Камни подземных стен блестят, все еще влажные от воды потопа. Рука хватает вас за плечо, вы слышите ее шепот. Арсик, я не хочу смотреть. Воспоминания исчезают, и все, что вы видите перед собой, это каменная плита. Вы смотрите на нее, держась всего в дюймах от стены. Ваши пальцы обводят на ней круги, погружаясь в мох, который вырос на ее поверхности. Вы не знаете, как долго вы так стоите, возможно, так всегда и было. Вы пробуждаетесь от крика, он гремит эхом, отражаясь от стен залов. Вы чувствуете боль в ушах, эта боль погружается все глубже, вонзаясь в вашу голову, словно изогнутый кинжал. Вы бежите, другие бегут. Вы не знаете их, не помните их, но почему-то вас подбадривает их присутствие. Да, они помогут вам с болью. Этот шум, его нужно убить. Злость воспоминаний утихает. Теперь вы сидите на вырезанных скале ступенях. Под вами дюжины скелетов лежат под замерзшей водой с открытыми безмолвным крики челюстями. Но что это? Низкий шум, грохочущий, булькающий, нарастающий, оглушающий. Порезко поворачиваете голову в бок, от боли видите ее, воду, несущуюся по залам, подхватывающую вас в вихре белой пены. Вы падаете, открываете рот, чтобы закрепчать, но ваши крики приглушает затекающая в горло вода. Тут был потоп и все замерзло. Скорость перемещения 1.8, пока выносливость выше. Упреждение. Блин, это так классно, лучница, веревка Арсика. Мобильность дикая. Ну хотя можно и ей такой пояс отдать. Если у них, конечно, там нет ничего сверхценного. Точность, когда ниже, да, можно менять пояс. Чувствую ловушки. Дверь надежно заперта. Сайфер. Монах малой воды. Но они все меня видят. Мы знакомы? Этот шум. Нет, я больше не могу. Богиня, что за волнение? Что это такое? Они выбегают. Камеры открываются. А-а-а! Капец, аркада какая, а! Блин. Ладно, значит, у меня есть способы сражаться по АОЕ с пацанами. Я буду их использовать. Так, бобер попал. Ай-яй-яй-яй. Дай-ка мы полить джинни все-таки. Нет, клинки нельзя полить джинни давать. Оглушение 4 секунды. Я до нее хрен доберусь. Может быть, мне все-таки защитную тему сначала сделать? Да, делаю защитную... Защитную тему. Взрываюсь. Ой, оглушений как много, а! Они такие быстрые. Защита от... Пролеча окаменения. Оглушение, кажется, не зайдет. За выражение доминирования оглушений, но это на одну цель. Стойк скастовал какую-то фигню. Может сделать вот так вот, на будущее. Потому что тут, скорее всего, трупы будут. Судя по дьяволу и скорокам. Бобра перебивают. Так, Ашот. Давай-ка стон курс, а! Там сейчас контроля добавилось, кстати. Парализа, оглушение у врагов тоже есть. Бобер, ну я же тебя просил. У него перебили заклинание. Дьявол пытается второе дыхание сделать. Так, тут пошло оглушение. Это очень хорошо. Трупы есть, чтобы выносливость восстанавливать? Похоже, что нет. Олень лесом. Эти резисты не помогут. Самон тоже не самый лучший вариант, я полагаю. Давай сделаем так. Есть. Мы апнули защиту. Попадение от бобра, но слабенькое, очень слабенькое. Ну сейчас защиты будут посерьезнее. Надо ждать, когда придет в себя танк. Там еще и спук. Так, а может тоже ужас кстанем? Хорошо, стойка успевает скастовать, как он называется. Бдительный страж. И теперь есть страховка. От смерти какая-никакая. Давай-ка восстановим выносливость, повысим точность. Стонкурс. Стонкурс. Оглушение. Хорошо. Значительная часть врагов просто ничего не делает. Я правда тоже тут сбит с ног. Ошеломлен, оглушен. Но защита. Сейчас, опять же, топовые защиты. 167, 123. Господи, 151. Вот это да. Вот это халява дешевая, конечно. И у всех так. И сейчас хрен даже... Большинство просто не пробивает. Я уверен, что большинство просто не пробивает. Вон. Промахивается по противнику. По лоту промахивается. Потому что защита 123. Вон. У него точность 87. Защита 123. Он, правда, бросает на троечку. Но минус 33. Промах, конечно. Еще одно оглушение. Так. Ашот приходит в себя. Хорошо. Давай еще разок стонкурс. Он тут прям хорошо заходит. Бобер перезаряжается. Это вернулась подруга. В себя. И все. Все. Наши все уже... Все работают. Все при делах. Бобер попадает на 59. Это, к сожалению, не хватает. Ладно, бей. Хорошо. Добивай так. Сейчас там хороший удар. 47-30. Нормально. Выпей выносливость. Ой, а лота сейчас убьет. А лоты сейчас могут убить. Нужно восстанавливать выносливость. Успевает восстановить. Выпить бутылек, судя по всему. Да, еще выносливость восстанавливает стойк. 84 у бобра. Накидываем на... Блин, далеко идти. Может, сделаем тогда дробящую волну. Поехали. Тут можно ауешку кидать. Здесь бы еще зарядить что-нибудь типа роя насекомых, которые своих сильно не бьет. Обновляем. Какие там взрывы, а? Этот бобра сейчас прилетел. Там много еще прилетело. В общем, умирают монахи. Еще разок опрокидываем остальных. Круто. Так, ну что, бобер? Есть! Дает запугивание при убийстве. Испуг на 15 секунд. Повысилась точность, повысился урон. 32, 46. Это же последний, да? Больше там нет ничего. Оно ж трижды все оружие грейдится. Да. Классно. Ну все, замена отличная. Дальнобойному пистолету и переключусь на свой основной. Хотя здесь точность еще плюс 14. Может они переключаться? Да, не буду я пока переключаться. Стяжкой пользоваться пристал. Да я помнил про стяжку. Просто здесь такая ситуация была, что они сразу оказывались... Только спереди было четыре человека, а остальные уже были как бы вокруг. Кто-то сзади, кто-то прямо уже внутри. Стяжка бы особо не помогла. Вижу стенку. Сложность 6. Открываем. И что сливает? Вход сюда запрещен. Иду куда хочу. Тогда я пойду. Хотя, что они напасть... Ты мне еще до Дирвуда проводи. У меня вообще в какую-то новую локацию, видимо. Я оказался... Сам же сказал, что уходишь. Но я думал, что просто отойду и пойду в другую сторону, они... Жесть какая. Где я? Класс. Я между них сейчас не пройду. Что ж, ребята, вы сами напросились. Иду куда хочу, короче. Все. Законом, как говорится, не запрещено. Здесь стяжка хорошо зайдет. Попал Бобер, но не достаточно хорошо он попал. К сожалению. Увы. Так, давай так. Потом делаешь вот так. Ой, больно, 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 больно. Хотя у них там тоже беда, как вы видите. У них там вообще... Вообще... Проблемы. Да что ж такое? А, сбили с ног. Давай ты вот так вот. Ты, пожалуйста, как и хотел, запускай вот так вот. Мобер перезаряжается. Ну ладно. Как же больно-то. Сбит с ног, что ли, опять? 10 секунд. Ё-моё. Да. Ашот минус. Давай тебе так. Соточка у Бобра. Я не могу воспользоваться нормально этим. Давай поуешем. Так, хоть контроль получим какой-то. Мне там свертушки убирают. Блин, золота вообще не надо. Ну, здесь разбираются они с ними. Так, двух опрокинули. Ну и сразу выносливость на этих троих. Восстановим. Оглушение. Перелом ребер. Этот умирает. Хорошо. Стоик наконец-то встал. Да, эти были посерьезнее, чем обычные монахи, которые... Этот там. Мне показалось, что это Аллот встал, и мне его почему-то свои накинулись. Нет, просто они там рядом были, и всё. Есть заклинание седьмого левела Стена Осушения. Не уверен, что у Аллота нет... Есть оно? Надо проверить. Стена Осушения. Что-то знакомое. Кажется, я читал его, когда выбирал, но... Но не записал себе. А нет, записал, она есть у меня. В гримуаре. Если я спускался сюда, то, скорее всего, мне нужно либо... Либо вот эту вот часть проверить. Либо вообще назад идти и обходить слева по низу. О, правильно угадал. Кто здесь? А ну-ка, иди сюда. Фарентис. На затылке у этого мужчины растут пучки мягких седых волос, напоминающие кусты. Края его нижней губы загибается внутрь, закрывая ряд зубов. Большая часть из которых, похоже, уже выпала. Он окутан облаком тяжелого муксусного запаха. Это... Это ты, Эдит? Я... Я думал, потерял тебя. Я звал тебя. Я хотел отправиться на поиски. Но метель не прекращалась, несколько дней. Мне... Мне так жалко. Он протягивает руку, прося прощения, но затем скручивает пальцы и отпускает... Скручивает... Скручивает пальцы и отпускает ее. Он щурится, словно пытается рассмотреть вас получше. Подожди. Мы же тебя нашли. Когда наконец настало утепление. А, это та, которая замерзла. Неподвижная замерзшая. Или можешь быть, Эдит? Ну, ты можешь меня убить теперь. Нет, мы в аббатстве. Разносчики даров. А ты должен быть вестник прилива. Да? Я... Слушай внимательно, вестник прилива. Кого-то не знает, о чем просит. Как не знал и я, когда исполнил обязанности вестника прилива много лет тому назад. Опа! Зала безмолвия. Они забирают нашу разум и воспоминания за воспоминаниями. Как говорили, что это будет тихое, безмятежное угасание. Все равно, что заснуть. Огляните вокруг. Мы малая вода. Закрыты здесь все эти годы. А прилив мы мир, по-твоему, мы потеряны, мы в ужасе. Что ты хочешь? Тут есть реликвия. Реликвия. Крополио. Кропилло. 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 Его называли. Как же его называли? Он некоторое время думает, болезнь на хмуре лоб. Неважно. Он управляет затоплением. А еще сливным шлюзом. Свидетель Ондре, он так называется. Снизу внизу. Не помню, как добраться. Верхний обод знает. Попробуй что-нибудь сделать. Используй дверь за моей спиной, так безопасней. Еда хорошо. Там еще зелье было неплохое. Так, пока не забыл, нужно в ремесле в еде сделать пару блюд из дракона. Сейчас сначала проверю эти... Найс и... Найс и quiet. Монахи молятся. Ну зачем лишних убивать, правильно ведь? Открыли, проходим. Можно было и оттуда пройти. Это оно? Вниз, вниз, видимо надо было. Вниз, вниз, вниз. Стоп, сейф. Здесь вообще есть проход. Здесь тупик, ё-моё. Как тут пастос проходить? Ну и ясно. Пошел стелс, пацаны. Его не остановить. Просто не остановить. Я пытался, но... Все тщетно. Бобер попадает, но опять же ему немножко не хватает. Так а может поставим туда что-нибудь хорошее? Там мне прям так кучно стоят, что... Грех что-нибудь сюда не скастовать. Такого прям... Ух. Да, давай не будем мучиться. Бобром там. Отпрокидываем раз. Ой. А как они оказались здесь? Что за подстава? Нас предали. Ой. Ой-ёй-ёй. Там их очень много. Дьявол из Карока. Да вызови здесь кого-нибудь. Потом сражайся. Дьявол, скорее всего, умрет. О-о-о, а лота уже нет с нами. И не только здесь. Капец тут хаос. Так, стой-ка, ну-ка, назад. Все, Бобер падает. Это у меня половинка скорости. Они... Они такие дикие просто. Дьявол как-то там сражается. Я в шоке. Как оно там держится против петерых? Меня тут ушатали буквально... За секунды. А, это не дает умереть, а не воскрешает. Давить? Нет, привести в чувство запаса выносливости. Почему я не могу Ашота-то поднять? Непонятно. Ладно, не могу и не могу. Предотвращаем гибель. Давай вот так вот. Только нам нужно бобра дождаться. Бобер встает. Здесь ужас сделаем. Будем гореть. И этот тоже пришел в себя. Отлично, отлично. А что появлитель? А, сбит с ног я еще на 7 секунд. Неприятным, неприятным. Сломался звук опять. Видимо, от обилия того, что происходит. Можно, кстати, ложную смерть сделать, как только припечет. Оглушили стойком. Хорошо, тут сработала тема. Унвел, давай запилим. Мне тут без бобра довольно сложно сражаться. Сбито с ног на 21 секунду. Господи! Полиджин, давай-ка тут не расстраивай. Тяжелое, тяжелое ранение. Может, узрим ученика тогда сделаем? Я должен указать на труп, но я по лоту не могу указать, что происходит. Почему я по лоту воскресить не могу? Это странно как-то. И не воскресить, не указать на него. Это прям... Своим. Работает, работает. Давай тогда огненный урон и прочую ересь. Бобер встал. Бобер встал, сейчас ужас будет вставать. Хорошо. Дальше делай вот эту вот штуку. Которая типа бонусный урон дает. Тут второе дыхание. Б. О, срабатывает как раз вот эта вот защита, да? Его могли сейчас убить просто. Отлично. Давай еще грозу. Бобер попал. При смерти, при смерти, при смерти. А, у меня здоровье кончилось. А, здоровье кончилось, а не выносливость. Точно. Ну, если выносливость и здоровье. К 20-й трансляции мы, наконец, поймем разницу между тем и другим. Хорошо бы. Давай, доминион спящих. Если не притвориться мне мертвым. Давай-ка выносливость будешь. Эти трое уже смертники. Ох. Успел восстановить. Но они очень долго умирают. Нужен блэс еще. Не попадаю я по ним нормальному. Один сдох. Вроде как. Дьявола жалко. Второй сдох. Дьявола жалко. Так, полиджином пойдет сюда. Держитесь, держитесь. ТТОЕшка напрашивается. На этих упырей. Да, бобер добил 93. Отлично. Можно попробовать выведение сделать на дьявола. Пока что. Бобром здесь, скорее всего, стоит... Стоит атаковать, снизив скорость у этих. И забрав, собственно, в себе. Тут второе дыхание. Полиджина. В эти не может увы. Как там с выведением дела? Есть выведение. Хорошо. Теперь я уешу сюда раз и два через шифт. И то, и другое. Стойка вообще кастует или нет, блин? Ты же можешь кастовать. Кастуй. Оглушен бобер. Олень это, да. Только поближе пас. Олень там вообще зайдет шикарно. В самую кучу с ауешечкой. Прям ух. Должен показать и саммонов сюда, полиджинкой. Все, пошло замес. Встает дьявол из... Карока. Карока? Карока. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, встает, но у нее... И у нее есть проблемы. Может, притвориться мертвый? И она глушена почему-то. Так, олень появился. Ребята, олень с нами. Все. Теперь уже... Проиграть невозможно. Еще сверху навешиваем мауешечкой. Ловим оленя. Включаем ему ауешечку. Будет по четверым бить. Вступает ближний бой. Давай, давай, ударь. Что-то он не попадает. Взрывайся тогда. Хорош. Добил там, кажется, свою подругу. А, нет, не добил свою подругу. Все нормально. Заканчивается уже заклинание. Нужно делать мунвейл. Можно сделать... Да, прокидывай их просто и все. И добивай. Там осталось не так много. А не лечишься. Сбиваем с ног. Дьявол из коробка. Должно вроде сейчас прийти... В себя. Да и это. Не хочет. Почему-то не работает. То есть она стоит в стане, хотя статуса стана нет. И статуса выведения, который... Да, он как статус здесь отображался. Что странно. Тяжелое ранение. Давай, его добивай. Давай. А, не сможешь, да? Ну, значит, защиты просто делай. Все, готово. Дьявол там одного из двоих сражается. На последних хитах. Убивает одного. Ай. О! Как это? Все, есть. Никто не попадает, по нему. Давайте отберем это. Думаю, что часть вообще не атаковала, из-за того, что в дверном проеме стояли. Не дооценил ее. Не дооценил ее. Но есть два привала. Надо обязательно будет поспать, потому что... Серьезнейшие проблемы с... С... С хитами. О, крепость будет атакована дрейками. Четыре дня до нападения. Я ждал что-то подобного здесь. Три драгоценных камня. Чертания двери закрыты. Их никак не открыть. Еще одна закрытая дверь. Видишь, монахов. Опа. Какая-то... Какая-то... Непростая дверь. На четырех каменных панелях вырезаны сцены океанского побережья. Они установлены на сети направляющих. Расположены почти беспорядочно на разной высоте. То есть их надо в картинку единую, видимо, собрать. Осмотреть панели. Панели закреплены на направляющих, которые сгибаются перекреем. Морские водоросли. Четыре углубления. Пустынное побережье, охваченный пламенем город, цветущий город и приливная волна. Итак, пустынное побережье, пламя, цветущий, приливная волна. Значит, волна, скорее всего, будет после пламени идти. Сначала был цветущий город, потом охваченный пламенем, потом приливная волна и пустынное побережье. Или пустынное вообще первое. Ну, посмотрим. Переставить панели. Хорошо. На первое свободное углубление. Если мы отталкиваемся от того, что изначально был город-сад, цветущий. Первое. Хорошо. Аккуратно, в ходе без сопротивления фиксируйте на месте. Потом охваченное пламенем фиксируем. Потом приливная волна и пустынная. Но она не входит в углубление. Давайте с пустынного начнем. Пустынное. Цветущий. Пламя. Приливная. Нет. Тут нарисовано, как волна гасит город, который охвачен пламенем. Допустим, тогда... Пустынное. Да все верно. Пусть сначала ничего не было. По картинке смотрим. Потом цветущий город. Вот он. Потом его охватывает огонь. И приливная волна. Но нет. Я туплю, наверное. Там еще нажать на потайную кнопку было. Давай сначала попробуем прежний порядок. Пустынное. Давай пустынное. Цветущее. Пламя. Нет. Возвращается. Нужно 4 поставить. На третьих кнопках же. Я понимаю, но... Ладно. Цветущий. Охваченный. Приливная. Кнопка. Возвращается на... Если мы отталкиваемся от утверждения, что сначала пламя, потом вода, то вариантов у нас практически никаких не остается. А, а до этого город. То есть город, огонь, вода. То есть в пустыне либо в начале, либо в конце. Но я и тот, и другой вариант пробовал. Да я не хочу просто методом подбора. Я логику не совсем понимаю. Еще раз, хорошо. А если вода была до огня? Ну, допустим. Потому что на картинках есть... Пустынный берег. Цветущий город. Сначала вода, а потом огонь. Типа вода и огонь. Нет. Что такое приливная волна? Да, да, да. Приливная волна... Она не тушит город. То есть хорошо. Значит, получается цветущий город. Потом он охватывается пламенем. Нет. Нет, 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 нет. Уйти. Цветущий город, потом волна. Переставить панели. Цветущий город. Вариантов не так много осталось, действительно. Потом волна. Потом огонь и пустошь. Да! Серьезно! Земля, город, огонь, вода. Это уже было в самом начале. В первое углубление. Хорошо, давай тупо по... Допустим, сразу охваченный пламенем город. Как это ни странно. Приливная волна. Тут 12 вариантов где-то. Пустынное побережье. Такой бред. Цветущий город. Да ладно, что? Сначала был... Господи, что это была за последовательность? Я даже вообще в ней логики никакой. Последовательность закончилась цветущим городом. Да вот вы издеваетесь. Лучше не думать. Стальные панели входят... Сначала был огонь, потом волна, потом пустошь, потом цветущий город. Да, в этом есть логика. И это как раз одна из тех... О, а почему я так не сделал? Я не допускал, что города было два. То есть я почему-то думал, что да. Короче, изначально цветущий город... А нет, город в огне. Город в огне сначала. Город в огне, Карл. Город в огне. Потом вода. Потом спустошь. Потом новый город. Все началось с пожара. Вот и все. Вот эта история. Не с города, не с пусто... Не с... Пу, ты, блин. Не с пустоши. Да. Да что ж вы тут... Пресси а-ля Перл. Ну ясно, еще тут... Упыри тут. Я же... Стоик. Дьявол, давай, дьявол. Ну наконец-то. Бодбер еле-еле там. Сейчас должно накидывать, да, настреливать. Где там? 51, 47. Вот оно, вот оно, вот оно. 52. Как же? Девяносто семь. Девяносто один. Плево. Хорошо, что я делала из коробки прокатал. У нее урон отличный. И она бобру ключевому... Очень сильно помогает. Она больше средоточенности дает, чем он сам. То есть это не просто x2. И дверь не открылась? Ну где-то что-то точно должно было открыться. Канал для подъема. Ну канал же для подъема есть. В контексте текста было. А, это я перемещал в панели, господи. Бобер, что ты творил? Из глубин рассеянный нахуй. Снова стоит теперь четырьмя. Гул. Размеренное жужжание. Рычаг в комнате. Думаете, это оно? Или это комната открылась просто? Нет, просто шорткатик сюда. Не более того. Возврат назад. А, это логика последовательной Ондры. Она же богиня забывания. Поэтому по логике сломать все. На развалинах построить что-то новое крутое. Горящий город. После этого уничтожение волной строится. Город, понятно, да. Клево. Клево. Окей. Ну, на этой радостной ноте мы на сегодня заканчиваем трансляцию. Потому что пять часов, все дела. Увидимся с вами скоро. Да, скоро увидимся. Все будет хорошо. Запись сейчас поставлю заливаться. Двадцатая часть завершена. Сегодня сдали массу квестов в Вязых Близнецах. Сегодня пошли в Вязых Близнецах. На этот остров убедились в том, что основной квест там и назад дороги нет. После этого пошли в Вайт Марш. Проскакали много чего в Вайт Марше. Квесты в Сталварте. Форт Железных Цепов. Что-то еще. Что-то еще. Ну, да. И Аббатство Павшей Луны. И... Увидимся на следующем стриме. Пока. Да? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.